Есть шанс свергнуть короля, но король Феникс очень странный. Он всегда один, и с ним трудно общаться, добавила цветочная императрица. Я хорошо его знаю. Возможно, мне удастся убедить его бросить вызов королю, с уверенностью сказала небесная императрица. Отлично. Если король Феникс согласится с ним сразиться, то король будет мертв. Боже, если бы я знал, где находится камень короля, я раздавил бы его своими ботинками, со злостью сказал король дня. Он ненавидел Хансиня, ведь он забрал его одно гена очко и поцеловал женщину, в которую король дня был давно влюблен. Даже если бы узнали, где находится его камень, мы не смогли бы его уничтожить. Неужели ты думаешь, что у тебя хватит сил найти и разбить его? Этого не могут сделать даже императоры, сказала цветочная императрица. Он оскорбил всех королевских духов в третьем святилище бога. Даже императоры не смогут противостоять тому гневу, который обрушится на убежище короля, когда его найдут, добавил король дня. Неужели кто-то решит оскорбить императоров и первым уничтожить короля? Кроме того, я думаю, что король в будущем тоже станет императором. Если твоя попытка потерпит поражение, то прими мои соболезнования. Только идиоты могут пойти на подобное преступление, заявила цветочная императрица. Почему ты защищаешь этого ублюдка? Король дня начал злиться. Цветочная императрица была поражена и быстро ответила. Я просто говорю тебе то, что есть. Я ничего не сказала в его защиту. Вы, двое, перестаньте. Я взломаю второй генный блок и поговорю с королем Фениксом. А что вы собираетесь делать? Поинтересовалась небесная королева. Я собираюсь посмотреть, как его будут убивать, ответил король дня. Я тоже, ответила цветочная императрица. Король справедливости покачал головой и ответил. Я пока не могу взломать второй генный блок, поэтому не смогу на это посмотреть. Тогда давайте вернемся и продолжим тренироваться. Я попытаюсь связаться с королем Фениксом. Затем небесная императрица встала и подошла к цветочной императрице. Ты можешь мне помочь и дать немного цветочной жидкости? Глава 929 Сегодня нет настроения, когда Небесная Императрица вместе с Цветочной Императрицей отошли от остальных, она спросила. Итак, ты что влюбилась в короля? Цветочная Императрица покраснела и ответила. А это плохо? Небесная Императрица улыбнулась и ответила. Нет, в этом нет ничего плохого. Но никто не знает, кем он является на самом деле, поэтому, думаю, что тебе не стоит на что-то рассчитывать. Я ни на что не надеюсь. Он очень сильный, и это произвело на меня впечатление, объяснила Цветочная Императрица. Тогда ладно, Небесная Императрица улыбнулась и больше не стала ничего говорить. Хан Сень весело проводил дни. Он почти без каких-либо усилий собирал различные гена очки духов. Но вскоре он заметил кое-что странное. Несмотря на то, что парень проводил на базе духа много дней, ему не встречались королевские духи. Соответственно, он не получил ни одного гена очка королевского духа. Казалось, что они стараются его избегать. Если так и дальше будет, то как мне получить гена очки королевских духов? Хан Сень взглянул на свой ранг и увидел, что он чуть меньше показателя в 100 тысяч. Хэм, если вы не хотите ко мне приближаться, то я сам вас найду. Хан Сень избавился от множества духов, окружавших его, и полетел дальше на своем острове. Всем было интересно, что он собирается делать. Парень отправился на поиски королевских духов. Хан Сень с помощью сутры Дун Сюя не избавился от своей жизненной силы, чтобы никто не заметил его приближение. Приблизившись к нужному духу, он быстро бросил ему вызов. Он подлетал к тем, у кого ранг был выше, чем у него. Вскоре юноша заметил, что вокруг было много королевских духов. Духи, которые находятся в первой сотне, должны быть королевскими. Если я смогу их всех убить, то получу 100 гена очков королевских духов, подумал Хан Сень. Он слышал, что в сотне были королевские духи, а так как они не могли отклонить запрос юноши на сражение, то Сень планировал всех их победить. Хан Сень столкнулся с первым духом, который имел 127 ранг. Его звали Король Шторм. Без предупреждения, дух оказался втянут в сражение. Король Шторм взломал второй генный блок, но после нескольких ударов он оказался побежден. Хан Сень получил гена очко духа. После этого он встретил еще двух королевских духов. Они также были побеждены и парень получил еще два гена очка. Хотя их ранг был не таким, как он хотел, но юноша ничего не мог с этим поделать. Он изо всех сил старался найти тех, кто имел ранг меньше 100, а остальных пытался избегать. Неожиданно парень заметил несколько островов, которые летели к нему. Это была цветочная императрица и король дня. С ними была еще одна женщина дух. Хотя Хан Сень ее уже видел, но пока не знал, кто она. Также был еще один дух, которого он раньше не встречал. Это был мужчина со светлыми волосами, его глаза казались огненными, напоминая глаза Феникса. Он казался благородным, было видно, что дух настроен решительно. Когда они приблизились, то этот дух даже не взглянул на Хан Сеня. Он продолжал разговаривать с одной из императриц. Взглянув на его статую, парень увидел, что там была единица. Это означало, что он был самым сильным духом на второй базе духа. Король, у тебя хватит смелости бросить вызов королю Фениксу? Холодно спросил король дня. Это король Феникс? Хан Сень взглянул на светловолосого мужчину. Да, это я. Теперь брось мне вызов и давай сразимся. Король Феникс с презрением посмотрел на парня. Дух не испытывал ненависти к королю. Он так общался со всеми. Когда ему хотелось с кем-то сразиться, то он всегда был очень грубый. Боже, сейчас будет невероятное шоу. Я слышал, что тело Феникса невозможно повредить. Сможет ли король победить его? Это сражение покажет, действительно ли король непобедимый. Король Феникс начал громко каркать, как птица. Он хотел привлечь внимание всех духов, находившихся поблизости. Духи начали приближаться, все выглядели взволнованными. Хан Сень прищурился. Казалось, что он вовсе не обратил внимания на слова короля Феникса. Затем он приблизился к одному острову, который был неподалеку. Духа, к которому он отправился, называли король молнией. У него был 119 ранг. Когда он заметил, что к нему быстро приближается Хан Сень, то уже было поздно развернуться и удрать. Король молнией просто хотел посмотреть на сражение, но через мгновение король оказался на его острове. Король, ты испугался короля Феникса? Закричала цветочная императрица Хан Сенью. Рад тебя снова видеть, цветочная императрица. Ты пришла, чтобы отдать свой долг? Улыбнувшись, спросил Хан Сень. Дух покраснела. Теперь она не смогла сказать ни слова, хотя собиралась понасмехаться над королем. Король, почему ты убегаешь от короля Феникса? Если ты боишься его, то просто признайся в этом. Мы не будем заставлять тебя бросать ему вызов, с сарказмом сказал король дня. Я легко могу победить этого слабака, но сегодня у меня нет настроения. Может, в другой раз, сказал Хан Сень и начал атаковать короля молнией. У короля молнии не было шансов противостоять Хан Сенью, поэтому он быстро оказался проигравшим. После того, как юноша получил гена очко с элементом грома, он вернулся на свой остров и полетел прочь. Было видно, что он специально игнорирует короля Феникса. Как неприлично. Он сам сказал, что легко его победит, но, в итоге, просто сбежал. Духи замерли, когда увидели, что произошло. Глава 930. Сражение Хан Сень избегал короля Феникса, так как решил сначала собрать гена очки духов от духов с низшим рангом. Однако все духи решили, что король просто боялся сражаться с королем Фениксом. Также они считали, что только этот дух может победить короля. После этой ситуации король дня начал говорить всем, что король дешевый ублюдок, который может издеваться и сражаться только с тем, кто слабее него. Поведение Хан Сеня разочаровало множество духов, теперь они считали его не таким уж и сильным духом. Большинство духов начали избегать короля, так как не хотели отдавать ему свои гена очки. Но Хан Сеня мало заботила то, что о нем думали. У юноши была своя цель и он хотел ее достичь. Парень в определенном порядке охотился на королевских духов. Однако после того, как он победил нескольких духов, ему больше не встречались те, которых он искал. Духи просто перестали заходить на вторую базу духа. Король, можешь прекращать свои поиски. Если ты не сразишься с королем Фениксом, остальные не позволят тебе с ними сражаться, сказала небесная императрица. Цветочная императрица с разочарованием смотрела на Хан Сеня. Она призналась, что влюбилась в него, но теперь оказалась в глупой ситуации. Ей казалось, что она переоценила силу короля, и теперь все считали его напуганным котом. Похоже, они испортили весь мой план. Хан Сень вздохнул. Изначально он считал, что сможет собрать много гена очков от нужных ему духов, но теперь, кроме короля Феникса, ему было больше ни с кем сражаться. Ты непристойный мужчина. Если у тебя есть яйца, то брось вызов королю Фениксу, сказала король дня. Хан Сень взглянул на него и ответил. Хорошо, я брошу тебе вызов. Ты дурак. Не мне, а королю Фениксу, закричал король дня. Хан Сень лишь улыбнулся и сказал. Ты похож на испорченный документ. И это доказывает, что ты очень слаб. Похоже, что я ошибся, когда решил, что ты пристойный мужчина. Я даже не могу поверить, что ты сам признался, что слабее меня. Ты, лицо короля дня позеленело. Затем Хан Сень взглянул на короля Феникса и спросил. Ты правда очень хочешь со мной сразиться? Ты не можешь стать моим достойным противником. Я просто хотел преподать тебе урок. Холодно ответил короля Феникс. Хорошо сказал, Хан Сень рассмеялся. Духи, находившиеся поблизости, нахмурились. Король Феникс хотел понасмехаться над королем, но тот похвалил его шутку и рассмеялся прямо в лицо. Хан Сень снова посмотрел на короля Феникса и сказал. Если ты правда думаешь, что можешь преподать мне урок, то, может, сделаем наши сражения более интересным? Может, мы поставим наши гена очки? Все гена очки. Услышав такое предложение, все были шокированы. Если они о таком договорятся, то сражение будет долгим. Оно будет длиться до тех пор, пока один из них не наберет максимальное количество гена очков, или до того момента, как у кого-то из них закончатся собственные гена очки. У духа могло быть сколько угодно очков, но Хан Сень мог собрать не более 100 гена очков. Это условие могло быть изменено, если бы парень подписал контракт с королем Фениксом. В таком случае он мог получить столько гена очков, сколько захочет. Но юноша не собирался подписывать с ним контракт, соответственно он мог получить от него не более 100 гена очков духа. Я именно на такое и рассчитывал, король Феникс не раздумывая согласился на условия короля. Он не верил, что его могут победить. Ха-ха-ха, неужели ты думал, что такие условия испугают короля Феникса? Давай посмотрим, через сколько у тебя закончатся твои гена очки. Король дня казался очень взволнованным. Две императрицы молчали, так как подобные сражения были очень серьезными. У духов было немного своих гена очков, поэтому потеря их была настоящим несчастьем. Они были удивлены, что Хан Сень сам лично предложил такие условия. Но они не знали одного, у короля всего было два своих гена очка. Соответственно он мог потерять не больше двух. Хотя Хан Сенью хотелось увеличить свои гена очки, но он не знал, как это можно сделать. Никто не мог даже предположить, что у короля может быть только два гена очка духа. Хан Сень отправил запрос на начало сражений с такими условиями, а король Феникс сразу принял его. Такие сражения привлекли внимание множество духов. Король решил сразиться с королем Фениксом? Ох, он сумасшедший. Король Феникса может использовать тело Феникса. Король будет умерщвлен. Интересно, гена очки короля с каким элементом? Надеюсь, что у короля Феникса таких еще нет и он сможет забрать у своего соперника все, что у него есть. Ага. Мы еще не видели, чтобы король проигрывал, поэтому никто не знает, какой у него элемент. Но, думаю, что это что-то очень мощное. Не переживай, скоро мы все узнаем. Из-за того, что Хан Сень изначально отказался сражаться, все были убеждены, что он не сможет победить короля Феникса. Хан Сень медленно приблизился к острову короля Феникса и сказал. Глядя на тебя, мне начинает хотеться спать. Теперь тебе уже поздно сожалеть, выкрикнул король Феникс. Ох, я ни о чем не сожалею. Просто когда я думаю, что мне нужно будет убить тебя сто раз, мне становится скучно и неинтересно. Надеюсь, что выдержу это и не усну. Хэм, у меня появилась мысль. А что если я первый раз тебя убью, а все оставшиеся 99 раз ты совершишь самоубийство? Предложил Хан Сень очень серьезным тоном. Глава 931. Тело Феникса, как смешно. Услышав предложение Хан Сеня, король дня начал насмехаться над ним. Король Феникса спокойно отреагировал на слова короля. Казалось, что его совершенно не зацепили слова Хан Сеня и он просто ответил. Хорошая идея. Но только все будет наоборот. Первый раз я тебя убью, а потом ты сам будешь убивать себя. 99 раз. Договорились? Договорились. Хан Сень улыбнулся и его тело начал окутывать святой свет. Тело короля Феникса окутало золотое пламя. За огненным телом духа едва можно было увидеть облик появившегося Феникса. Высокий, яркий огонь был гипнотизирующим. Он напоминал фонтан из жидкого золота. Тело Феникса. Все, кто его видит, начинают завидовать, сказал король дня. Он даже не пытался скрыть свою зависть. Все собравшиеся духи широко открыли рты и глаза. Они гордились тем, что смогли своими глазами увидеть, как используют тело Феникса. Король Феникс находился на второй базе духа довольно долго. Он участвовал во множестве сражений, но никогда не проигрывал. Его считали самым сильным духом в этом месте. Хан Сень взглянул на своего соперника и просто взмахнул кулаком. Король Феникс также воспользовался своим кулаком и выставил его вперед. Золотой огонь тут же окутал кулак и появился огненный облик Феникса, который придал большую силу. Бум! Кулак Хан Сеня столкнулся с кулаком короля Феникса и разбил его. Но кулак короля не замедлился, он устремился вперед и ударил в тело соперника. Птица и пламя, которые окутывали тело короля Феникса, были разбиты загадочной силой, таящейся к кулаке короля. Но через секунду золотое пламя снова окутало духа, оно напоминало своеобразную броню. Дух не получил повреждений, казалось, что на него вовсе не подействовал удар Хан Сеня. Король Феникса хорош, но король тоже очень сильный. Вы видели, как был разрушен облик Феникса, сказала небесная императрица. Король дня выглядел счастливым и сказал, ха, даже невероятная сила короля бесполезна перед королем Фениксом. В этот раз король будет проигравшим. На лице цветочной императрицы было непонятное выражение, но было видно, что она ведет внутреннюю борьбу с противоречивыми мнениями. Она хотела, чтобы король проиграл, но не таким образом. Наверное, императрица даже больше хотела, чтобы он выиграл. Хан Сень не останавливался. Он снова и снова ударял своим кулаком. Хотя парню удавалось пробить защиту, но пламя тут же восстанавливалось и защищало своего владельца. Сколько бы сил молодой человек не вкладывал в свои удары, король Феникса мог все вынести. Кроме того, тело соперника не получило ни одного повреждения. Король Феникса стоял на месте и даже не пытался уклониться от атак Хан Сеня. После нанесения множества ударов, он с презрением посмотрел на короля. Это бесполезно. Ты не сможешь нанести мне повреждения. Соверши самоубийство и сэкономь нам всем время, холодно сказал король Феникс. Хан Сень улыбнулся в ответ и сказал. Признаю, я впечатлен. Этот навык связан с огненным элементом, верно? Не сравнивая изящность моего тела Феникса с обычным элементом огня. Это святое пламя, оно чистое и неразрушимое. При этих словах на лице короля Феникса отобразилась гордость за свои способности. Духи, которые наблюдали за сражением, с восхищением смотрели на духа. Они были в восторге от силы тела Феникса. Хан Сень рассмеялся и сказал. Ты хочешь, чтобы все поверили, что твое тело непобедимо, но мы-то знаем, что во всем есть свои слабые места. Огонь это огонь, и он не может противостоять воде. Мальчик, ты не можешь использовать воду, с насмешкой сказал король Феникс. Навыки, связанные с водой, не могли противостоять телу Феникса. Обычные водные атаки не смогут потушить такой невероятный навык. Король дня присоединился к их разговору. Прекрати говорить чушь. Даже если бы ты использовал какие-то навыки, связанные с водой, ты все равно не смог бы победить короля Феникса. Хватить впустую тратить наше время. Хан Сень проигнорировал короля дня и все так же был сосредоточен на своем сопернике. Затем он спросил. Кто тебе сказал, что я не умею пользоваться водным элементом? Хан Сень вытянул руку и разжал ладонь. Постепенно начал появляться морозный воздух, который окутывал его тело. Вскоре вокруг парня появилась настоящая метель. Я думал, что он может использовать только физическую силу. Никто не мог поверить, что король обладает навыками, связанными со льдом. Он так долго продолжал скрывать свою настоящую силу? Он сражался со многими духами, но использовал только физическую силу. Даже король дня был поражен. Нет, это не его истинная сила. Кажется, что это даже слабее, сказала небесная императрица. Ты хочешь сказать, что это не его главная сила? Спросила цветочная королева. Король Феникс с презрением посмотрел на Хан Сеня и сказал. Эта сила не твоя. Ты не сможешь использовать ее с большой эффективностью. Поэтому, даже это не сможет причинить мне вред. Правда? Тогда ты сможешь вынести мой удар? Как только Хан Сень задал вопрос, он выставил кулак в сторону короля Феникса. Использовать силу льда он научился от феи во втором святилище бога. Для этого навыка парень взломал только первый генный блок, поэтому он действительно был более слабым. Это даже смогли заметить присутствующие. Хан Сень знал, что использование силы маленькой феи будет недостаточно, но у него было пару тузов в рукаве. Одновременно с этим, юноша начал имитировать энергетические потоки серебряной лисицы. Морозный воздух начал потрескивать от электрических разрядов. Это даже очень было похоже на навык водный гром, который он недавно начал изучать. Кулак Хан Сеня окутывали облака, да и все его тело было почти полностью скрыто за такими же облаками. Сила и скорость короля Феникса были ниже, чем у Хан Сеня, поэтому атаки соперника были не страшны для юноши. Они находились в безвыходном положении. Хан Сень не мог нанести повреждения, но и его тоже не могли победить. Из-за навыка тела Феникса, дух вел себя очень дерзко. Он был убежден, что его никто не сможет победить, и хотел всем это показать. Бум! Кулак Хан Сеня ударил в огненное тело короля Феникса. Глава 932 Убийство короля Феникса облака пронзили огненную стену. Морозный воздух мог замораживать клетки, поэтому почти сразу же огненный Феникс превратился в свою противоположность. Теперь это была ледяная статуя. Бум! Король Феникс стал куском льда, все его клетки были заморожены. Затем его тело разлетелось на мелкие кусочки, некоторые упали на остров, а некоторые были подхвачены легким ветром. Золотое пламя исчезло, а дух растворился в тумане кусочков льда. Затем он возродился возле своей статуи. На второй базе духа стало настолько тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Король Феникс был уничтожен за мгновение, каждый дух подумал, что все это просто сон. Короля дня замер на месте, он не мог поверить в то, что только что увидел. Цветочная императрица широко открыла рот, казалось, что она пытается притвориться расстроенной и напуганной. Небесная императрица считала, что король не сможет победить короля Феникса, но теперь она поняла, что все его гена очки перейдут к королю. Женщина дух думала о том, что это она уговорила короля Феникса сразиться с королем и начинала ощущать себя виноватой. Ген Королевский Огонь плюс один достигнул первый ранг награда. Плюс 10 собственных гена очков. Хан Сень был доволен лишь наполовину. Ему казалось, что за достижение такого ранг награда в 10 собственных гена очков была слишком маленькой. Теперь юноша понял, что получить свои очки гена очень непросто, но он все равно верил, что должен существовать и другой способ. Когда король Феникса возродился, то пришел в ярость. Не теряя времени, его тело окуталось золотым пламенем, и он устремился к Хан Сенью. Бум! Парень сразу применил водный гром и снова превратил огненного Феникса в разлетающиеся куски. Если тебе не хватает смелости совершать самоубийство, то я помогу тебе. Тело Хан Сеня потрескивало от электрических зарядов. Все могли увидеть ужасающие молнии, когда король приблизился к статуе короля Феникса. Как только дух снова возродился, Хан Сень тут же его уничтожил. Король Феникс возрождался, а король убивал. Это повторялось снова и снова. Все присутствующие духи были повержены в шок и все это время пытались осознать то, что происходило у них на глазах. Хан Сень чередовал атаки молнии с ледяными. Дух продолжал умирать, и у него даже не было времени, чтобы вздохнуть. Духи наблюдали за тем, как безжалостно убивали короля Феникса. Он был похож на скота, которого отправляли в мясорубку. Десять тысяч духов прилетели сюда, чтобы посмотреть сражение, но сейчас никто из них не издавал ни звука. Всех окутал страх, звуки взрывов не прекращались. Начало казаться, что они происходят в соответствии с таймером. Он король с первым рангом на этой базе духа. Король – победитель. У всех вертелась такая мысль. Духи, которые ранее с презрением относились к Хан Сенью, теперь были поражены и не двигались. Никто не мог поверить, что сражение, которое они хотели так увидеть, происходило подобным образом. Получается, что король вообще не боялся короля Феникса. Он хотел собрать побольше гена очков королевских духов, перед тем, как достигнуть первого ранга. Некоторые духи начали понимать, почему король изначально не захотел сражаться с королем Феникса. Король хотел побеждать духов в определенном порядке, а эти королевские духи пытались его напугать. Король очень сильный. Он никогда не будет бояться своих соперников и он никогда не сбежит от сражения. Король непобедим. Мы были глупы, раз решили, что он испугался короля Феникса. То, что мнение так быстро изменилось, снова доказывало, что духи с уважением относились к тем, кто действительно был сильным. Теперь, с новой силой, духи начали показывать свое восхищение и почтение к королю. Хансеню нужны были гена очки с огненным элементом, поэтому он продолжал убивать короля Феникса. Юноша остановился только после того, как собрал 100 очков. К сожалению, он мог получить максимум 100 очков. Но если бы он подписал контракт с духом, то мог бы получить их бесконечное количество. Но все равно, Хансеню был доволен результатом. Он был благодарен тому, что собрал 100 гена очков духа с элементом огня. После этого ему нужно было сделать только одно – использовать эти 100 очков. Благодаря им, юноша получит большую защиту от огня и его навыки с использованием огня станут намного мощнее. Когда он этого достигнет, то его практика сверхискусств, связанных с огнем, будет продвигаться быстрее. После того, как завершились все сражения, имя короля стало синонимом слова «непобедимый». Многие королевские духи продолжали презирать Хансеня, но духи с более низким уровнем не переставали восхвалять его. Также были и те королевские духи, которые с радостью отдавали ему свои гена очки. Несмотря на то, что Хансень уже собрал много разных гена очков духа, у него стало появляться одно ощущение – он становился несчастным. Гена очки духов только улучшали таланты человека и его навыки, связанные с элементами, но они не влияли на уровень физической силы. Наибольший эффект, который можно было получить, они могли помочь во взломе генного блока. Хансень почти полностью набрал максимальное количество гена очков духа с элементом огня. Если бы он практиковал сверхискусство, где использовался бы огонь, то смог бы намного быстрее других людей взламывать генные блоки. Обычным людям нужно было достигнуть уровня физической силы в 900 очков, чтобы взломать третий генный блок. Но если бы Хансень практиковал сверхискусство, связанное с огнем, то он смог бы взломать третий генный блок с показателем силы в 600 очков. Какой бы навык, связанный с огнем, парень не использовал, его мощь и скорость будет намного выше. Но для Хансеня все это было бесполезно. Причина его силы заключалась в том, что он обладал супертелом короля духа. Только благодаря этому он был на другом уровне по отношению к королевским духам. Конечно, это не означало, что он был намного сильнее всех королевских духов. Однако те королевские духи, которые взломали только первый или второй генный блок, были слабее. Королевский дух, взломавший первый генный блок, обладал примерно такой же силой, как железный жук. Королевские духи могли развиваться, соответственно они могли стать сильнее. Хансень заметил, что когда его личные гены очки увеличились, то выросла и сила, которую давало супертело короля духа. Учитывая это, Хансень легко мог побеждать королевских духов на второй базе духа. Но чтобы так же было и дальше ему нужно было увеличивать свои гены очки, иначе он утратит все свои преимущества. Юнаше нужно было больше, и только теперь он осознал насколько сложно их получить. Но еще большая проблема заключалась в том, что Хансень застрял в убежище и у него не было возможности нормально охотиться. Если и дальше так будет продолжаться и его уровень физической силы не будет увеличиваться, то все может закончиться очень печально. Находясь в святилище, молодой человек мог использовать супертело короля духа только как козырь, это было его последним вариантом. Пока парень не увеличит свою физическую силу, он не сможет им пользоваться в качестве постоянного преимущества. Саньму, наконец-то мы оказались на краю тернового леса, Чумин радостно закричал Хансенью. Глава 933. Когда мы встретимся в следующий раз, я угощу тебя выпивкой. Услышав такую новость, Хансень очень обрадовался. У них уже давно закончилась еда, поэтому юноша был очень рад возможности пополнить их запасы. Хансень позвал Цуэланси и Миленького Ветра, чтобы эти двое их сопровождали на охоте. Парень не хотел терять ни секунду, ведь никто не знал, когда их убежище снова телепортируется на окраину леса. Они не знали, в какую сторону лучше пойти. В итоге, они выбрали одно направление, где казалось было меньше зарослей и деревьев. Убив немного железных жуков, они увидели группу людей. Люди, здесь есть люди. Глядя на группу людей, Чумин разволновался. Все были удивлены, но от того, что они увидели, у них потеплело в душе. Встреча с людьми в третьем святилище Бога была большой редкостью. Они узнали, что поблизости есть человеческое убежище. Пройдя около 30 миль, они оказались в убежище, в котором проживало много людей. Наконец, я вернулся в цивилизацию. Чумин был готов расплакаться. Хансень и Цуэланси также были рады, что оказались в таком убежище. Но они не были настолько взволнованы, как Чумин. Войдя в убежище, они узнали, что это было за место. Они еще сильнее обрадовались, когда узнали, что людям было хорошо здесь, хотя поблизости находились убежища духов. Но люди, которые обитали в этом убежище, были сильными и могли дать всем отпор. Любой, кто мог себя защитить, мог оставаться в этом убежище. Мы нашли место, где можно жить и при этом быть свободным. Возможно, у нас все будет хорошо и мы больше не будем жить в страхе, как последнее время, сказал Чумин. Хансень сказал, если вам здесь нравится, то оставайтесь. Я хочу вернуться. Что? Зачем тебе возвращаться в ту свалку? Ты можешь умереть там в полном одиночестве. Чумин непонимающе уставился на Хансеня. Я люблю, когда все мое время связано с приключениями. Хансень сам не знал, как объяснить свои ощущения, но эти слова были самыми подходящими. Конечно, было еще несколько причин, но он не хотел о них говорить. Хансеньу нужно было это убежище для того, чтобы выращивать генорастения и заходить на базу духов. Соответственно, оно было более ценным, чем это практически безопасное место. В терновом лесу довольно редко встречались примитивные существа, но там было много более сильных существ. Ресурсы, которые он сможет получить благодаря движущемуся убежищу будут намного важнее, чем те, что он получит оставшись здесь. Хансень просто не готов был отказаться от убежища, находящегося глубоко под землей, убежища, на которое не нападают существа. Такое почти невозможно было найти, парень считал, что им очень повезло. Разве мы можем отказаться от такого безопасного места? Спросил Чумин. Хансень был бы рад объяснить все преимущества, но большую часть он был вынужден скрывать. Чумин, Саньму сам знает, что ему делать. Не стоит пытаться изменить его мнение. Мы все равно навсегда останемся друзьями, а расстояние не сможет оборвать крепкие узы, которые связали нас за время, проведенное вместе, сказала Цуэланси. Она не хотела, чтобы Чумин переубеждал Хансенья. Хансень взглянул на женщину и сказал. Ты права, мы много чего пережили вместе. Мы преодолели множество опасных ситуаций. Такое нельзя забыть. Чумин не мог понять, почему Хансень так хочет вернуться. Спустя немного времени, мужчина понял, что бессмысленно его уговаривать, к тому же он не хотел, чтобы их отношения испортились. Когда Хансень и Цуэланси остались вдвоем, то женщина спросила. Ты жених Джи Ян Ран, правильно? И тебя зовут Хансень. Ты знала? Хансень криво улыбнулся. Цуэланси улыбнулась и сказала. Не так много знаменитых превзойденных с фамилией Хан. Поэтому я сделала такой вывод. К тому же, ты очень молодой. Но, если ты хотел изменить свое имя, то Суньму было плохим выбором. Хансень сказал. Я не хотел врать или прятаться, я не специально так поступил. Просто у меня много врагов, поэтому я не хотел, чтобы у вас появилось еще больше проблем. Но когда я понял, где нахожусь, понял, что вокруг нет других людей, то был не против назвать свое настоящее имя и фамилию. Я вам стал доверять. Цуэланси протянула руку и сказала. Когда мы встретимся в следующий раз, я угощу тебя выпивкой. Я думал, что ты не пьешь, ответил Хансень, пожав руку женщине. Я уверена, что встреча с тобой будет хорошим поводом. Напиться по такому поводу, это, можно сказать, традиция. Ха-ха-ха. Цуэланси ненадолго замолчала, а затем продолжила. Хансень, только не умри там. А я подготовлю напиток, который будет ждать нашей встречи. Мне даже захотелось выпить, улыбнувшись, сказал Хансень. Перед расставанием, Хансень дал чумину лесного краба, душу железного жука и медный плод, чтобы у мужчины было хоть что-то для начала. Парень не стал это давать Цуэланси, так как знал, что она откажется. Покидая убежище, Хансень сожалел, что они не пошли с ним. Но юноша не грустил, он даже немного разозлился на себя из-за этого. Хансень уже был в предвкушении приключений, которые в любом случае, скоро начнутся. Возвращаясь, он убил нескольких железных жуков. Когда он добрался до убежища, то небо уже потемнело. Быть одиноким и находиться одному, это две разные вещи. Но это ночью мне больше подходит первый вариант, пока парень готовил ужин. Он призвал Меуса и Золотого Льва, чтобы хоть с ними поговорить. Его питомцы периодически будто отвечали ему. Хансень видел, что они стали намного умнее после того, как начали поглощать капли воды. Когда рядом никого нет, то становится очень скучно. Думаю, что пора привезти сюда Зеро. Юноша сказал это вслух. Хотя он сам удивился, что не только подумал об этом, но и сказал. Он все еще не привел сюда Зеро только из-за Чумина и Цуэланси. Если бы с ним постоянно находилась маленькая девочка, то это выглядело бы очень странно. Но теперь парень остался один, поэтому решил забрать ее. Однако он не был уверен, что у него получится просто телепортировать ее сюда. Хэм, я попробую это сделать завтра. Затем Хансень взглянул на фотографию на часах. Когда он был в Альянсе, то спросил маму об этом мужчине, но она ответила, что не знает его. По крайней мере, она не знала, что этот человек принадлежит к семье Хан. Кто этот человек? Неужели это он убил всех местных существ? Но даже если так, какое отношение он имеет к нашей семье? При мысли об этом у юноша начинала болеть голова. Но теперь он еще больше был убежден, что смерть отца не была случайной. Глава 934. Я хочу твои гена очки на следующий день. Хансень попросил маму, чтобы она привела Зеро к телепорту в убежище мгновения. Он хотел узнать, сможет ли она телепортироваться к нему. У Зеро без проблем получилось это сделать, и она оказалась в его новом убежище. Вместе с Зеро Хансенью уже не была одинока. Ночью убежище телепортировалось в глубину тернового леса. Парень осмотрелся вокруг и нашел несколько крылатых змей. Он хотел привлечь их внимание, однако заметил среди них короля, поэтому быстро вернулся обратно. Юноша понимал, что пока еще не может убить такое существо, но зато теперь он мог спокойно выращивать то, что хотел. Парень решил заняться деревом кровавого дракона. Каждый день он давал дереву одну каплю воды. Дерево быстро росло и через несколько дней на его ветвях появились цветы. Если и дальше все так будет, то плоды появятся намного раньше, чем рассчитывал Хансень. Если я смогу получить души существ мутантов-змеи-кровавых драконов, то это будет здорово. Если таких плодов будет много, то я стану богатым. Хансень был рад тому, что уже достиг, но юноша уже думал о том, что скоро сможет получить. Каждый раз, когда Хансенью становилось скучно, он отправлялся на базу духа, чтобы собрать больше гена очков. У него была хорошая репутация, поэтому многие духи сами искали его, чтобы отдать свои гена очки. Но королевские духи больше не бросали ему вызов. Хотя с одной стороны ему было спокойней, но с другой он больше не мог получить гена очки королевских духов. Похоже, что мне нужно быть более сдержанным, иначе я скоро перестану увеличивать гена очки духов, подумал Хансень. Юноша почти все время находился в центре внимания. Он наслаждался этим, часто делая вызов, он устраивал интересное шоу с многими зрителями. Но теперь парень решил, что этого не стоит делать, иначе, в конечном итоге, он может остаться проигравшим. Несмотря на то, что он много с этого получал, но юноша понимал, что если проиграет, то его соперник получит гена очку от супер короля духа, и вся его тайна раскроется. Никто не знал, что Хансень был королем, и он хотел, чтобы так было и дальше. Было очень опасно, если бы кто-то узнал, кем он был на самом деле. Так как Хансень больше не мог получить гена очки королевских духов, он стал меньше времени проводить на базе духа. В тот день он провел там всего два часа, рассматривая то, что ему могло бы пригодиться. Кроме гена очков от королевских духов, по остальным он собрал почти максимальное количество. В итоге, Хансень решил призвать королеву мгновение. В прошлый раз, когда они разговаривали, она накричала на него, как сумасшедшая. В этот раз юноша призвал ее для того, чтобы узнать, может ли она управлять этим убежищем или нет. Если бы она смогла, то ему больше не нужно было бы дожидаться момента, когда они окажутся на окраине Тернового леса. Как только королева мгновение появилась, она сразу набросилась на Хансеня. Она его презирала и хотела убить, но несмотря на свое отношение была еще одна причина такого поведения. Женщина дух хотела умереть, и она очень надеялась, что парень убьет ее. Но начав атаковать, дух замерла. Она начала оглядываться вокруг. Как ты оказался в королевском убежище? Шокированно спросила королева мгновения. Я завоевал его. Неплохо, да? Хансень улыбнулся. Королева мгновения с презрением посмотрела на него и сказала. Существа, которым принадлежали эти кости, уничтожили бы тебя одним ударом. Тебе нужно знать только то, что это убежище принадлежит мне. Хансень пристально посмотрел в глаза духу и сказал. Мне кажется, ты выглядишь более сильной, чем раньше. Казалось, что королева мгновения была напугана. Снова осмотревшись, она ответила. Когда королевские духи оказываются в убежище, то они становятся сильней. Если бы мне удалось получить свои собственные гена очки, я стала бы такой же сильной, как королевские духи третьего святилища бога. Звучит неплохо. Хансень с презрением начал рассматривать ее. В итоге, ему начало казаться, что королева похожа на новорожденного королевского духа. В любом случае, она должна была быть не слабее короля железного жука. Если она будет плохо себя вести или начнет раздражать юношу, то воспользовавшись супер телом короля духа, парень сможет легко ее убить. Но его собственной физической силы не хватит, чтобы это сделать. А где духи? Спросила королева мгновения, войдя в зал духа. Ты думаешь, что я был бы здесь, если бы тут обитали духи? Спросил Хансень, идя за духом женщиной. Когда королева мгновения увидела статую, она стала очень счастливой. Но через мгновение ее лицо изменилось, и она продолжала молчать. Ты можешь вставить туда свой камень духа? Спросил Хансень. А ты позволишь мне это сделать? Вместо ответа спросила дух. После ее предательства, девушка была у Хансеня, как в тюрьме. Да. Хотя это зависит от того, что ты сможешь предложить мне взамен. Ответил Хансень. Королева мгновения широко открыла глаза, а затем ответила холодным тоном. Я могу помочь контролировать телепортацию этого убежища. Если этого не сделать, то оно и дальше будет перемещаться куда захочет. Ты не сможешь стать его полноценным владельцем. Мне нравится передвижение этого убежища. Это дает мне некоторые преимущества, сказал Хансень. Хотя Хансень действительно хотел, чтобы она научила его контролировать это убежище, но он не хотел, чтобы дух сейчас об этом узнала. Ну кроме этого я не могу ничего предложить. Ты же знаешь, что у меня ничего нет, мрачным тоном ответила королева мгновения. Я хочу твои гена очки, сказал ей Хансень. Возможно, у королевы мгновения гена очки были с элементом грома, а Хансенью они были очень нужны. Но так как дух хотела умереть, то она вряд ли согласилась бы отдавать ему свои гена очки. Он впервые заговорил с девушкой об этом. Это невозможно. Тут же ответила королева мгновения Хансенью. Глава 935. Гена очко королевы мгновения. Ты хочешь всю вечность оставаться в моем сознании или хочешь управлять убежищем? Спросил Хансень, холодно посмотрев на королеву мгновения. На лице духа появилось противоречивое выражение. Человечество знало, что существуют базы духов, но очень немногие знали, что это на самом деле. Хансень угрожал ей тем, чего она больше всего боялась, остаться заключенной среди его моря душ. Но королева верила, что если она сможет войти на базу душ и контролировать убежище, то у нее будет шанс сбежать от парня. Конечно, Хансень не доверял ей и знал, что королева может планировать что-то подобное. Однако он хотел, чтобы дух ощущала себя в безнадежной ситуации и согласилась отдавать ему свои гена очки. Юноша думал, что у королевы мгновения будут гена очки с элементами грома. Также он считал, что она может быть единственным духом, который может дать ему такие гена очки. Даже если бы ему улыбнулась удача и на базе духа он встретил духа, у которого также был элемент грома, он вряд ли смог бы получить много его гена очков. Юноша считал, что больше не будет того, кто был бы похож на короля Феникса, который согласился бы сражаться сто раз. Соответственно, парень все равно не сможет получить много гена очков с элементом грома. Королева мгновения взглянула на Хансеня и ответила. Они забрали все мои гена очки перед тем, как отправить во второе святилище бога. Поэтому, даже если бы я хотела, я все равно не смогла бы тебе их отдать. Как ты можешь получить свои гена очки? Хансень хотел узнать способ, чтобы увеличить и свои собственные очки. Нужно поглотить жизненную эссенцию супер-существа, который использует такой же элемент, что и ты. Или можно съесть плод с нужным тебе элементом? Ответ королевы мгновения был неожиданным. Давай поговорим о деле. Хансень сделал паузу и посмотрел на духа, а затем продолжил. Но перед этим ты должна дать мне одно гена очко. Но у меня осталось только одно умоляющим тоном, сказала королева мгновения. Ну, либо так, либо ты снова вернешься в мое сознание. Решать тебе, Хансень не верил ей. Даже если у нее действительно забрали все гена очки, то королева мгновения много времени провела во втором святилище и управляла довольно большим убежищем. Учитывая это, у нее должно было быть больше одного гена очка. Как бы там ни было, но она смогла вырастить дерево с сундуками. Так как королева мгновения обманула его, то он поднял руку, собираясь отправить ее обратно в свое море душ. Однако девушка быстро заговорила. Хорошо, хорошо, я отдам тебе одно гена очко. Но, пожалуйста, расскажи мне об условиях нашего сотрудничества. Сначала дай мне гена очко, ответил Хансень. Дух не хотела снова оказаться в ловушке, поэтому быстро передала ему требуемое. В тело Хансеня вошел луч света. Ген королевского духа. Время плюс один. Хансень понимал, что для телепортации нужен элемент пространства. Однако он не ожидал, что у нее будет элемент, время. Вот, теперь скажи, что ты хочешь. Спросила королева мгновения, глядя на Хансеня. Не спеши. Давай спокойно все обсудим. Хансень улыбнулся. Они долго разговаривали. Она сможет нести ответственность за телепортацию убежища только в том случае, если будет ему подчиняться. Также, пока юноша не соберет максимальное количество своих гена очков, она должна отдавать ему половину своих. Королева мгновения сможет заходить на базу духа, но она должна будет помогать Хансень в охоте, также помогать и в других делах, если будет необходимость. После того, как они заключили сделку, ее желание умереть немного утихло. У королевы появилась надежда. Так как у нее была надежда, девушка была готова подчиняться Хансенью. Теперь ей больше не хотелось убить его. Гена очко с элементом времени от королевского духа. Ха. Она действительно особенная. Хансень был в восторге от того, что получил. Ты говорила, что убила сына королевского духа. Если ты войдешь на базу духа, они тебя найдут? Спросил Хансень. Сейчас я по-другому выгляжу. Они не смогут меня найти. Неужели ты думаешь, что я вернулась сюда только для того, чтобы меня убили? Сказала королева мгновения. Нет. Но это хорошо. Хансень кивнул. Королева мгновения стала напротив лба статуи. После этого появилась черная дыра, превратившись в камень духа, королеву затянуло внутрь. Появилась неяркая вспышка света и королева мгновения оказалась на базе духа. Конечно, Хансень не стал ей говорить, что обладает супер телом короля духа. Также он не хотел, чтобы дух узнала, что он был королем. На базе духа она могла свободно разговаривать с другими духами. Поэтому юноше стоило быть очень осторожным с ней и следить, чтобы она не узнала ничего лишнего. Но, если королева начнет создавать проблемы, то он воспользуется супер телом короля духа и уничтожит ее. Королева мгновения только появилась в третьем святилище, поэтому ей хотелось получить как можно больше гена очков. Учитывая эти обстоятельства, она довольно долго не возвращалась из базы духа. Хансень не стал ее дожидаться и пошел поливать свое дерево кровавого дракона. Он был уверен, что на месте каждого цветка появится плод, но вскоре понял, что ошибся. Когда цветы увяли на их месте ничего не появилось. Было только четыре плода размером с виноградинку. Эх, почему их только четыре? Хансень был очень разочарован. Но получить четыре мутантные души было тоже неплохо. Души существ, которые появлялись из плода уже могли использовать боевой режим, поэтому юноше не нужно будет тратить время на их трансформацию. Когда созреют эти четыре плода, у него появится четыре питомца. Хансень не стал отправляться на охоту. Он решил дождаться королевы мгновения. Пока он ждал, юноша поливал и ухаживал за деревом кровавого дракона. Юноша с нетерпением ждал, когда появится души змеи кровавого дракона. Интересно, сколько генных блоков они смогут взломать? Думая об этом, Хансень очень надеялся, что их будет много. Мутантные питомцы могли взломать максимум шесть генных блоков. Если бы это был детеныш существа, то при рождении у него был бы взломан один генный блок. Но существа, появившиеся от гена растений были другими. Чем больше у них было талантов, тем больше у них было бы взломано генных блоков при рождении. Кроме того, количество взломанных генных блоков было фиксировано. Они были не похожи на обычных существ, которые могли развиваться и взламывать генные блоки. Глава 936. Зеро, богиня удачи. Королева мгновения на протяжении долгого времени оставалась на базе духа и не возвращалась. Но Хансень не опасался, так как чувствовал, что она хотела сделать. Парень на протяжении четырех дней поливал дерево каплей воды, и плоды, которые были совсем недавно маленькими, теперь стали размером с автомобильные шины. Структура плодов была странной. Они были чешуйчатыми и казались похожими на существ, которые должны были находиться внутри. Бам! Один плод полностью созрел и упал с дерева. Хансень был рад и быстро подобрал его, а затем начал очищать чешуйчатую кожуру. Как только он это сделал, вспыхнул красный свет и вошел в его море душ. Получено души существа мутанта с типом питомец змея кровавого дракона. Заглянув в свое сознание, юноша заметил новое существо. Это была змея с четырьмя лапами. Она была похожа на гиккана и змею одновременно. Однако его кожа не была такой, как у гиккана и не была гладкой, как у змей. Она больше напоминала покров рептилий, была такой же сухой и выглядела как потрескавшаяся грязь. А изо рта показывался раздвоенный язык, напоминающий язык змей. Хан Синь знал, что внешность может быть обманчивой, поэтому он не особо обращал внимание на странный вид питомца. Больше всего ему были интересны показатели, их он рассматривал намного дольше. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный второй генный блок. Хан Синь был слегка разочарован. Существа мутанты могли взламывать до шести генных блоков, поэтому показатель его питомца был сравнительно низким. К счастью, у меня есть еще три плода. Надеюсь, что удача все еще на моей стороне. Хан Синь решил, что он будет очень доволен, если хотя бы у одного питомца будет взломано пять генных блоков. Бам! Еще один плод упал с дерева. Хан Синь быстро подобрал его и перед тем, как очистить кожуру, начал просить. Боже, пожалуйста, подари мне питомца, у которого будет взломано пять генных блоков. Аминь! После того, как он очистил плод, снова вспыхнул красный свет и вошел в сознание Хан Синя. Юноша не стал рассматривать новое существо и быстро взглянул на его статистику. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный первый генный блок. Черт! Хан Синь сильно разозлился. У этого питомца был худший показатель из того, что могло быть. Несмотря на то, что существа-мутанты имели высокий уровень физической силы, но если они взломали только первый генный блок, то они могли уничтожать только обычных существ. Хан Синь хотел, чтобы его питомцы самостоятельно убивали существ-мутантов. Соответственно, этот питомец был для него бесполезным. «Похоже, что я молился не тому богу», — подумал Хан Синь. Вскоре на землю упал третий плод. Однако перед тем, как подобрать его, юноша попросил Зеро принести ему ведро воды. Затем он умылся и призвал броню от души железного жука. Хан Синь подошел к плоду и снова начал молиться. «Боже, может в прошлый раз ты не услышал мою просьбу? Я тебя прошу, помоги мне получить то, что мне очень нужно. Я принесу тебе в жертву козу или что ты захочешь. Боже, пожалуйста!» Закончив очищать плод, снова появился красный свет и оказался в море душ юноши. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный первый генный блок. Услышав голос, у Хан Синя потемнело лицо. Он закричал. «Эй, да ладно, это даже не смешно». Он уже увидел трех своих питомцев и парню хотелось начать биться головой о стену. Последний плод упал с дерева. Учитывая неудачи, которые с ним произошли, Хан Синь неохотно подобрал плод. Зеро, помоги мне очистить его. У юноши появилась надежда, что девочке может повезти больше, чем ему. Зеро подошла к плоду и бережно начала его очищать, своими нежным, маленькими ручками. Когда она закончила, вспыхнул красный свет и устремился к ее лбу. Хан Синь взглянул на Зеро и сказал. «Эй, я думал, что ты не можешь использовать души существ». Зеро не могла есть плоть существ и не могла пользоваться их душами, так как у нее не было подходящего моря душ. В этом плане, она была похожа на Шура. Однако душа Змеи Кровавого Дракона легко вошла в ее сознание, показав, что у нее также есть море душ. Однажды, Хан Синь пытался передать ей душу существа, но у него ничего не получилось. Зато теперь, похоже, что все было по-другому. Зеро молча смотрела на Хан Синя, по ее выражению нелице, казалось, что девушка не знает, что ответить. Хан Синь попробовал передать ей одну свою душу Змеи Кровавого Дракона. Теперь у него все получилось. Как так? Хан Синь был шокирован новым открытием. Судя по виду девочки, она тоже не совсем понимала, что произошло. Зеро продолжала стоять на месте и с недоумением смотрела на Хан Синя. Парень попросил Зеро вернуть ему две души Змеи, и она быстро это сделала. Похоже, что ее море душ теперь работало так же, как и у остальных. Может, раньше она была слишком юной, и поэтому море душ не было активно? Хан Синь размышлял над этим любопытным открытием. Подумав над этим еще некоторое время, он решил, что ее возраст – самое подходящее объяснение. Юноша уже заметил, что фигура девочки немного изменилась, она стала выглядеть более взрослой. Теперь она была похожа не на ребенка, а на подростка. Но Зеро должна была повзрослеть уже давно, но она не менялась. Тогда почему теперь все начало меняться? Чтобы человек смог войти в первое святилище Бога, ему нужно было достичь своего 16-летия. В более юном возрасте человек считался еще ребенком и не мог телепортироваться в святилище. Все-таки она необычный человек, возможно, ее медленное развитие также является какой-то особенностью? Хан Синь снова задумался. Конечно, он не мог доказать свои догадки, но глядя на ее повзрослевшее лицо, казалось, что он был прав. Но, несмотря на причину, Хан Синь был безумно счастлив, что Зеро могла использовать души существ. Юноша спросил, сможет ли она получить очки Гена из плоти существ. В ответ Зеро покачала головой. Затем, Хан Синь взглянул на душу змеи Кровавого Дракона. Он очень надеялся, что девочке больше повезло и последний питомец был намного лучше. Мутантная змея Кровавого Дракона. Взломанный шестой генный блок. У Хан Синя отвисла челюсть. Он подбежал к Зеро, схватил девушку на руки и начал кружиться. Затем парень поцеловал ее в щеку и сказал. Моя дорогая, маленькая Зеро, ты моя богиня удачи. Да, да, ты. Только что ты подарила мне самую лучшую змею. Глава 937. Дерево-рыцарь Змеи Кровавого Дракона использовали элемент крови. После каждого взломанного генного блока их способности, по всем аспектам, значительно увеличивались. Их скорость и сила также значительно возрастали. Змея Кровавого Дракона, взломавшая два генных блока, была не намного сильнее самого Хан Синя. Однако питомец со взломанными шестью генными блоками был невероятным. Он мог убить любое существо, с которым столкнется. Уровень физической силы обычных существ был от 300 до 600. Примитивных – от 600 до 1200. Существ-мутантов – от 1200 до 1800. Существ со священной кровью – от 1800 до 2400. Люди еще не смогли понять, какой силой обладали суперсущества в третьем святилище, но их уровень физической силы был около 3000 очков. В этом святилище была большая разница между существами со священной кровью и суперсуществами. Эту разницу, по уровню физической силы занимали новорожденные суперсущества и новорожденные суперкоролевские духи. Но новорожденные суперкоролевские духи были не похожи на тех, с которыми Хан Синь встречался на первой и второй базах духа. Их уровень физической силы был не ниже, чем у существ со священной кровью, а иногда даже намного выше. Однако если сражались существо и человек с одинаковыми показателями, то существо всегда оказывалось сильней. Люди не могли справиться с существами, если у них не было какого-нибудь значительного преимущества. Но существам было труднее взламывать генные блоки. Их контроль над энергетическими потоками был не настолько эффективным, как сверхискусства, предназначенные для людей. Поэтому, то, что Хан Синь получил змею кровавого дракона с шестью взломанными генными блоками было большим подарком. Его новый питомец обладал уровнем физической силы в 2000 очков. Соответственно, его змея кровавого дракона могла без проблем охотиться на существ со священной кровью. Этот питомец мог бы легко уничтожить короля железного жука, однако если бы с ним сразились три остальные змеи, то все они были бы убиты одним существом. Любое существо со священной кровью с одним взломанным генным блоком легко уничтожило бы этих трех питомцев. Также они не смогут хорошо сражаться с существами-мутантами. Однако, несмотря на это, люди все равно ценили подобных питомцев. Пусть они были слабыми, но людям нужна была любая помощь, чтобы выжить в опасном третьем святилище бога. Я бы с радостью отдал их Цу и Ланси. Но как я смогу объяснить, что дерево кровавого дракона так быстро принесло плоды? Похоже, у меня только один вариант – продать их, подумал Хан Синь. Но подумав об этом, юноша нахмурился. Королева мгновения до сих пор не вернулась с базы духа. У него уже закончилось терпение, поэтому парень просто призвал ее. Королева увлеклась достижением рангов и получением гена очков, поэтому была очень недовольна, что Хан Синь ее призвал. У тебя будет еще много времени, чтобы собрать гена очки. Сейчас я хочу, чтобы ты телепортировала убежище в какое-нибудь более безопасное место, сказал Хан Синь. Я могу его переместить, но где именно это более безопасное место? Поинтересовалась королева мгновения. Хан Синь тоже не знал, но понимал, что терновый лес не был бесконечным. Поэтому, если они будут двигаться в одном направлении, то рано или поздно достигнут окраины леса. Подумав об этом, юноша просто указал направление. Королева мгновения начала перемещать убежище в том направлении, которое указал парень. К сожалению, за один день убежище могло передвигаться только на определенное расстояние. После первой телепортации они все равно оставались еще в глубине тернового леса. На следующий день они снова переместились, но не добрались до окраины. Убежище перемещалось на протяжении нескольких дней, однако все равно находилось в глубине леса. Где это мы? Хан Синь увидел перед собой большое дерево среди тернового леса. Оно находилось на расстоянии в полкилометра от убежища. Оно было огромным, его зеленая крона находилась в небе на высоте около 40 метров. Изначально Хан Синь показалось, что на его толстых ветвях висят люди. Но, присмотревшись, юноша понял, что это были просто плоды, правда их форма действительно напоминала человека. Они были похожи на людей, но казались более громоздкими. Было похоже, что они облачены в тяжелые доспехи, которые скрывали все тело. Хан Синь подумал, что они напоминают рыцарей из средневековой Европы. Их шлемы были прикреплены к ветвям. Действительно все выглядело очень странным. Они живы? Хан Синь насчитал шесть плодов. Это дерево рыцарь священной крови. На нем выращивают преданных рыцарей священной крови, объяснила королева мгновение, после того, как осмотрела огромное дерево. Они существа со священной кровью? Спросил Хан Синь, а затем задал еще один вопрос. Может нам стоит убить их до того, как они окончательно вырастут? Королева мгновения посмотрела на Хан Синя так, будто он был сумасшедшим, а затем сказала. Зачем ты все равно не сможешь их съесть? Когда они полностью созреют, то никогда не предадут человека, которого увидят первым. Правда? А когда они созреют? Радостно спросил Хан Синь. Королева мгновения снова взглянул на дерево и ответила. Ну, плоды на деревьях священной крови созревают тысячи лет. Думаю, что этим понадобится еще не меньше тысячи лет. Я не смогу так долго ждать. Хан Синь нахмурился. Спустя мгновение он кое-что придумал и сказал. Но это и не нужно. Давай заберем его с собой? Ты пока не будешь перемещать убежище и мы сможем его выкопать. Ха. Ты думаешь, что тебе удастся пересадить дерево священной крови? Королева мгновения считала, что его идея была смешной, и она даже тихонько рассмеялась. Просто сделай это. Хан Синь не стал ей ничего объяснять. Он призвал четырех змей и взял маленького ветра, а затем отправился к дереву. Королева мгновения последовала за ними. Но очень скоро она нахмурилась и, заметив что-то неладное, быстро крикнула. Стой. Здесь что-то не так. Что именно? Хан Синь с непониманием взглянул на духа. Взгляни на землю. Сейчас они находились в трех метрах от дерева рыцаря. Хан Синь опустил голову, но он видел лишь желтую почву. Парень был удивлен тем, что королева сказала, поэтому спросил. Что в ней такого? Земля какая-то особенная? Тебе не кажется она странной? Как на такой высохшей земле могло вырасти такое великолепное дерево? Спросила королева мгновения. Хан Синь воспользовался аурой от сутры Дун Сюани. Начало рассматривать окрестности. Юноша действительно не смог заметить никакой жизненной силы и не видел жизни ни на земле, ни под землей. Глава 938. Рыцарь-предатель. Это странно. Хан Синь нахмурился. Поблизости. Только у дерева рыцаря была жизненная сила. Может это дерево впитало всю жизнь из почвы, которая находится возле него? Спросил юноша и взглянул на королеву мгновения. Все растения поглощают энергию из земли. Но они никогда не поглотят больше, чем положено. Если им не будет хватать необходимых веществ для роста, они не станут высушивать все вокруг. Растения просто погибнут. Они не будут дальше расти, ответила королева мгновения. С этим деревом что-то не так? Спросил Хан Синь, рассматривая шесть рыцарей, висящих на ветвях. Королева мгновения ответила. Да, с этим деревом большие проблемы. Невозможно, чтобы такое дерево продолжало расти, хотя вокруг него все высохло. Хан Синь кивнул, дав понять, что он согласен с ее рассуждением. Затем юноша снова повернулся к дереву, и его лицо помрачнело. С плодами тоже что-то не так? Хан Синь нахмурился. Почему? Что ты видишь? С любопытством спросила королева мгновения. Хан Синь смотрел на шесть плодов и ответил. Дерево рыцарь мощное, как мы и думали. Однако его плоды, кажутся очень слабыми. Они не соответствуют тому, что ты о них говорила. И Хан Синь замер. И что? Дух не совсем поняла, что хотел сказать парень. На самом деле, на этом дереве семь плодов. Один находится позади, поэтому мы не заметили его, объяснил Хан Синь. Там есть еще один. У королевы мгновения изменилось выражение лица, и она обошла дерево. Хан Синь взял с собой змею кровавого дракона и маленького ветра, и тоже пошел к другой стороне дерева. Парню хотелось получше его рассмотреть, но юноша старался держаться на расстоянии. Плод, находившийся с другой стороны, отличался от остальных. По форме он был похож, но казался неестественным. Плод больше напоминал статую рыцаря. Другие шесть плодов рыцарей были облачены в яркие стальные доспехи, а этот – в медно-зеленые. То, что он там находился, выглядело загадочным. От этого плода Хан Синь сразу ощутил мощную энергию. Энергия других шесть плодов не могла сравниться с этой. Когда королева мгновения увидела этот плод, то выкрикнула. Рыцарь-предатель. Это рыцарь-предатель. На дереве вырос рыцарь-предатель. Что это значит? Есть разница между преданными рыцарями и рыцарем-предателем? Хан Синь был в замешательстве, и, глядя на медно-зеленый плод, попросил духа объяснить ему. Конечно есть. Ах, это другой тип фрукта. Могут ли яблоки вырасти на персиковом дереве? Ответила королева мгновения. Хан Синь почти ничего не знал о ботанике, поэтому юноша нахмурился, а затем спросил. Может это просто одинокий плод на этом дереве? Эй, как думаешь, рыцарь-предатель может быть преданным мне так же, как и преданные рыцари? Королева мгновения взглянула на Хан Синя. Она пыталась понять, серьезно ли он задал такой глупый вопрос. Нет, конечно нет. Ты что серьезно? Предательство. Это полная противоположность преданности. Соответственно, рыцарь-предатель. Это противоположность преданному рыцарю. Если ты будешь первым, кого он увидел, то считай, что ты обречен. Он станет твоим злейшим врагом. Рыцарь будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрешь. Сделав небольшую паузу, королева мгновения продолжила. Однажды я увидела, как император вырастил дерево рыцарей-предателей. Тогда плоды были еще не созревшими и он сказал, что понадобится 9 тысяч лет, чтобы вырастить одного рыцаря-предателя. Ох, значит это настоящее сокровище. Это же хорошо, верно? А мы сможем получить его душу, когда убьем? Спросил Хансень. Королева мгновения не ответила на его вопрос, а продолжила говорить о своем. А ты знаешь, что он сделал, чтобы вырастить то дерево рыцарей-предателей? И что он сделал? Он же не стал хранить настоящего рыцаря под деревом, правда? Хансень задумался. Королева мгновения сказала. Десять тысяч королевских духов не смогут справиться с силой одного рыцаря-предателя. Вполне возможно, что он является супер-существом. В любом случае, рыцарь-предатель будет не ниже существа берсерка со священной кровью. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Что сделал император, который хотел вырастить то дерево? Снова спросил Хансень. Дух ответила. Перед этим у него была большая территория, на которой росло более десяти тысяч деревьев рыцарей. Но когда появился рыцарь-предатель, все они начали засыхать и погибли. Им им хорошо. Теперь понятно, почему вокруг этого дерева нет ничего живого, сказал Хансень. Ах, есть еще одна проблема. Рыцари-предатели рождаются только на своем дереве. Они не могут расти на обычных деревьях-рыцарях. Но я помню, что император говорил, что рыцарь-предатель не сможет вырасти без энергии преданных рыцарей. Ты же не думаешь, что здесь когда-то росли тысячи деревьев-рыцарей? Оглядевшись, юноша ответила. Я, конечно, не уверен, но мы же находимся в глубине тернового леса. Здесь полно колючих кустов, которые забивают рост остальных растений. Соответственно, здесь не могло вырасти много деревьев. Даже если так, то все равно рыцарь-предатель не может расти на одном дереве с преданными рыцарями. Если только, сказала королева мгновения. Если только, что? С любопытством спросил Хансень. Он очень мало знал о генах растений, да и вообще о ботанике. Юноше нужна была королева мгновения, чтобы рассказать то, что она знала или о чем догадывалась. Если только под этим деревом не умер рыцарь-предатель, возможно, дерево смогло поглотить его энергию и поэтому на нем вырос плод рыцаря-предателя. Королева мгновения рассказала о своем предположении. Если все так и было, то что с того? Это может принести нам какую-то пользу? Хансенью было не очень интересно, каким образом вырос этот плод. Парня больше интересовали награды, которые он мог получить с этого дерева. Если действительно все было именно так, то рыцарь-предатель может быть другим. Возможно, мы сможем приручить его, ответила королева мгновения. Глава 939 Рыцарь, открывший глаза, как думаешь, я смогу это сделать? Спросил Хансенью королевы мгновения. Дух покачала головой и ответила. Думаю, что у тебя мало шансов. Кроме того, для полного созревания плода понадобится еще примерно тысячи лет. Через столько времени ты будешь старым и слабым. Тысячи лет это не так уж и много. К тому же, мы можем забрать это дерево к себе в убежище. Похоже, что Хансеня это вовсе не встревожило. Благодаря каплям воды, тысячу лет можно было превратить в три года. Юноша был готов ждать столько времени. Рыцарь-предатель будет не ниже, чем существо берсерк со священной кровью. Если повезет, то Хансень поможет ему эволюционировать, и рыцарь станет супер-существом. Поэтому три года ожиданий стоили того. Однако Хансень должен был убедиться, что у него действительно есть шанс получить преданность рыцарь-предателя. Иначе всю свою оставшуюся жизнь он будет мишенью жестокого солдата, который появится из плода. Даже не думай об этом. Очень трудно выращивать деревья священной крови, а выкопать и пересадить его в другое место – это действительно глупость. После такого погибнет даже то, что уже выросло. Умоляющим тоном объяснила королева мгновение. «Просто расскажи, как мне приручить рыцаря-предателя, ты же знаешь», – спросил Хансень. Несмотря на то, что это рыцарь-предатель, но он вырос на дереве рыцаря, поэтому вполне возможно, что он станет преданным тому человеку, которого первым увидит, но… Хансень всегда ненавидел это «но», поэтому быстро сказал. «Говори, как есть он, рыцарь-предатель, и тебе не стоит об этом забывать. На генетическом уровне он всегда будет предателем. Даже если он изначально будет повиноваться тебе, то рано или поздно от его преданности ничего не останется. Это только вопрос времени, когда он тебя предаст. Кроме того, рыцарь-предатель может сделать больно не только тебе, но и другим», – объяснила королева мгновение. «Если он будет предан мне на протяжении сто лет, то я бы сказал, что это того стоит», – сказал Хансень. Для Хансенья сто лет были ничем, к тому времени, возможно, он будет таким же сильным, как супер-существо. Рыцарь мог очень ему помочь, но только в первые годы пребывания здесь. «Юноша мог бы использовать его для убийства огромных различных монстров». Расспросив о рыцаре-предателе, Хансень приказал своим змеям выкопать это дерево и перенести в убежище. Королева мгновения молчала, все происходящее для нее выглядело забавным. «Если бы такое дерево решил переместить император, то это было бы вполне нормально, но Хансень только перешел в третье святилище бога, поэтому его действия казались смешными». Королева мгновения считала, что он слишком переоценивает свои возможности. Но дух не стала его останавливать, как бы там ни было, но это ее не касалось, поэтому она просто сидела и наблюдала за происходящим. «Если я тебе не нужна, можно мне вернуться на базу духа?» Королеве мгновение очень хотелось вернуться и продолжить зарабатывать гена очки. Хансень махнул на нее рукой. Он уже понял, что королева не будет принимать участие в откапывании дерева. Почва вокруг дерева была очень твердой, однако змей были довольно сильными, поэтому им потребовалось немного времени, чтобы выкопать дерево. Особенно легко это удавалось змее с шестью взломанными генными блоками. Она копалась невероятной скоростью, также питомица без проблем понимала, что ей приказывали. В земле начали показываться корни, которые были очень толстыми. Кроме того, они оказались очень длинными, их невозможно было полностью откопать. В итоге, Хансень приказал, чтобы их отрубили. Все принялись за работу, однако корни были тверже камня и три питомца не смогли их перерубить. От их ударов оставались лишь небольшие отметины. Только змея кровавого дракона, взломавшая шесть генных блоков, смогла отрубить длинные корни. Однако как только питомец отрубила один корень дерева начала сильно трястись. Шесть преданных рыцарей напоминали призраков, висящих на дереве. Бум! Один плод с преданным рыцарем оторвался от ветки. С остальными произошло то же самое. Однако они не упали на землю. Все шесть рыцарей приземлились на ноги, напоминая манекенов из музея. Хансень сделал шаг назад, так как не знал, что будет дальше. Он приказал маленькому ветру и одной из змей встать перед ним. Также, на всякий случай, он призвал свою броню. Что это такое? Разве королева мгновения не говорила, что понадобится еще тысяча лет, чтобы эти плоды созрели? Почему они сейчас отвалились? Хансень внимательно следил за шестью рыцарями, а в руки вертел красный кинжал. Внезапно преданные рыцари открыли глаза и уставились на Хансеня и змею кровавого дракона. Стоп! Это же преданные рыцари и они должны повиноваться тому, кого первого увидят. Верно. Но если змея будет передо мной, теперь Хансень пожалел, что использовал своего питомца для защиты. Но в этот момент, один из преданных рыцарей начал атаковать. Остальные пять рыцарей начали делать то же самое и все бросились на змею. Они были слабее существ со священной кровью, но немного сильнее существ мутантов. Королева солгала. Они атакуют то, что видят. Хансень приказал маленькому ветру и остальным питомцам отбиться от нападавших. Бум! По телу одного из рыцарей начал появляться свет, который затем сконцентрировался в кулаке. После удара, змея высоко подлетела в воздух. Хансень увидел, что остальные рыцари также могут использовать светящуюся ауру, которая поднималась от их ног. У троих над головой появились ореолы. У двоих из них было по два ореола, а у одного – три. Чем больше было ореолов над головой, тем сильнее был рыцарь. Хансень подумал о том, что это могло показывать количество взломанных генных блоков. Сами ореолы не могли навредить, но они начали оказывать различное влияние на рыцарей. Но Хансень это не сильно волновало. Он уже понял, что плоды не созрели до конца, кроме того, у них не было достаточно питательных веществ, поэтому юноша был уверен, что его питомцы сами с ними разберутся. К счастью, рыцарь-предатель не присоединился к ним. Если бы он это делал, то, возможно, я проиграл бы, подумал Хансень, а затем, взглянув на оставшийся седьмой плод, оказался повергнут в шок. Юноша не знал, когда это произошло, но глаза рыцаря-предателя были открыты. Его взгляд был прикован к Хансенью. Глава 940. Редкий рыцарь-предатель Хансень был озадачен. Но юноша был рад тому, что рыцарь-предатель все еще был на дереве. Ты еще не завершил свое развитие. Соответственно, ты никуда не денешься со своего места. Хансень взглянул на рыцаря-предателя и начал ощущать себя в большей безопасности. Затем юноша сжал красный кинжал и начала атаковать преданных рыцарей, которые приближались. Каждая змея кровавого дракона сражалась с одним рыцарем. Маленькому ветру также достался один враг. Преданные рыцари были такими же сильными, как и змей кровавого дракона. Среди них по силе выделялся только тот, у которого было три ореола. К счастью, с ним начала сражаться змея кровавого дракона, которая взломала шесть генных блоков. Существо быстро передвигалось и, прыгнув на врага в доспехах, быстро разодрало их. Из ран появилась кровь. Маленький ветер сражался с рыцарем, у которого над головой был только один ореол. Он был, соответственно, он взломал только первый генный блок. Несмотря на то, что сила питомца была ниже, но он уже взломал четыре генных блока. Поэтому, когда маленький ветер начал нападать на рыцаря, то смог нанести ему повреждения. Хан Синь, благодаря своей броне от души существа со священной кровью и красному кинжалу, смог уничтожить свою цель. Хотя он также получил несколько ударов, но его броня выдержала их и парень не был ранен. Копча. Змея кровавого дракона, которая взломала шесть генных блоков, нашла отверстие в доспехах и вонзила свои зубы в шею преданного рыцаря. Острые зубы легко пронзили плоть врага, затем змея быстро оторвала голову рыцарю. Однако голова еще не успела упасть на землю, как змея проглотила ее. Убито существо со священной кровью преданный рыцарь. Душа существа не получена. Плоть несъедобна. Вау, похоже, что они действительно очень слабы. Наверное, рыцарь-предатель поглощает всю их энергию. Хан Сень был рад, надеясь, что однажды он сможет приручить рыцаря-предателя. То, что преданные рыцари оказались слабыми, было хорошей новостью. Юноше очень не хотелось тратить свои силы, чтобы победить их. К тому же их плоть была несъедобной. Но он был не против получить хотя бы одну душу. Ведь душа существа со священной кровью все равно была душой существа со священной кровью. Ра-а-а-а-а-р. Змея кровавого дракона напала на другого преданного рыцаря. Против питомца, взломавшего шесть генных блоков, на этом поле не было достойного соперника. Ни у кого не было шанса на победу. Очень быстро четыре преданных рыцаря лишились голов, которые тут же были проглочены змеей. Но, несмотря на все это, Хан Сень был расстроен тем, что не получить ни одну душу существа. Оставалось еще два преданных рыцаря, которые продолжали сражаться. Тем временем Хан Сень решил вернуться и взглянуть на рыцаря-предателя. Юноша хотел увидеть, изменился ли он, однако существо было на месте и также пристально смотрело на парня. Зрелище было жутким. Но рыцарь-предатель не мог двигаться, поэтому Хан Сень не боялся его. К этому времени змея убила последних двух преданных рыцарей, но парень так и не получил ни одну душу существа. Сегодня удача не на моей стороне. Хан Сень приказал своим питомцам продолжить раскапывать корни дерева. Три змеи кровавого дракона рыли землю, а одна перерубала корни. Неожиданно рыцарь-предатель начал кричать нечеловеческим голосом, но он все равно еще был прикреплен к дереву, и Хан Сень был уверен, что рыцарь не может пошевелиться. Хватить кричать. Ты уже большой ребенок. Я просто хочу переместить дерево, но не собираюсь тебя убивать, сказал Хан Сень рыцарю. Похоже, что рыцарь-предатель понял, что ему сказали и он убийственным взглядом уставился на Хан Сеня. Вперед, ребята, давайте быстрее выкапывайте. Хан Сень подошел ближе к своим питомцам, чтобы быть в больше безопасности, если что-то произойдет. Хан Сень начал нервничать, а беспокойство стало быстро расти. Парню стало очень дискомфортно и он почти был уверен, что скоро что-то случится. Королева мгновения говорила, что, возможно, рыцарь-предатель будет подчиняться тому, кого первым увидит. Однако, глядя на существо, было видно, что его взгляд вовсе не дружелюбный. Возможно, мне стоит снова поговорить с королевой мгновением. Может быть, она сможет что-то рассказать о случившемся. К разочарованию духа, ее снова призвали. Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я пытаюсь заработать Гена очки. Что ты хотел? Тон королевы мгновения был недовольным. То, что ты мне рассказала, оказалось неправдой. Как ты это объяснишь? Затем юноша рассказал ей то, что произошло, пока духа не было. Королева мгновения взглянула на тела убитых преданных рыцарей и сказала. Хэм, все очень странно. Похоже, что мое предположение противоречит реальности. Преданные рыцари не смогли повлиять на рыцаря-предателя, зато сила рыцаря-предателя повлияла на преданных рыцарей. Я думаю, что он сделал их предателями. Это значит, что я не смогу его приручить. Хан Синь тут же приказал питомцам перестать копать. Думаю, нет. Ответила королева мгновения. Ты уверена? Неужели больше нет никакого способа, чтобы получить преданность этого рыцаря? Думаю, что император смог бы что-то придумать, сказал Хан Синь. Да, но для обычных людей это не подходит, ответила королева мгновения. Ты знаешь, что он сделал бы? Спросил парень и взглянул на рыцаря-предателя. Все просто, нужно доминирование. Если ты сможешь показать рыцарю-предателю, что ты альфа, ты сильней, то он не станет тебя предавать. Он будет следовать за тобой. Но не забывай, что этот рыцарь, после того, как полностью разовьется, может стать супер-существом. Свергнуть врага, подобного ему, будет очень сложно, объяснила королева мгновения. Кроме этого больше нет никаких способов, нахмурившись, спросил Хан Синь. Может и есть, но я о них не слышала. Этот рыцарь-предатель смог заразить все дерево, поэтому не совершай безрассудные поступки. Иногда лучше уйти, пока у тебя еще есть шанс и не допустить потерь. Как только королева мгновения договорила, послышался громкий крик. Затем послышался хруст дерева. Рыцарь-предатель оборвал свою связь с деревом. Он выглядел холодным, подобно куску льда, а его броня сзади покрылась кровью. Также она казалась сломанной, похоже, что плод еще не успел полностью созреть. Глава 941. Пугающая красота. Рыцарь-предатель вскрикнул. Его медные доспехи ярко блестели под солнечными лучами. Существо использовало телепортацию и оказалось перед Хан Синим, а затем попыталось ударить его в живот. Рыцарь-предатель двигался очень быстро, поэтому парень не смог увернуться. После нанесенного удара юноша подлетел в воздух и отлетел на 10 метров, по пути сбив несколько деревьев. А когда парень упал на землю, то от его тела появилась довольно глубокая вмятина. Его броня от души существа со священной кровью была помята и местами сломана. Тьфу. Хан Синь начал плеваться кровью. Черт. Почему я настолько медленно отреагировал на его удар? Я должен был уклониться от него. Пока юноша думал о том, что произошло, рыцарь-предатель не остановился. Существо снова приближалось к Хан Синю. Парень быстро приказал своим четырем змеям кровавого дракона обступить его и создать своеобразный щит. Бам! Рыцарь-предатель ударил кулаком по голове одну из змей. Череп существа мгновенно проломился и Хан Синю слышал оповещением о том, что его душа была уничтожена. Оставшиеся змеи кровавого дракона набросились на врага, однако ему удалось увернуться. Одна змея нацелилась на голову рыцарю, но как только она прыгнула, враг вытянул руку и схватил питомца. Тело змеи быстро превратилось в желе. Еще одна душа существа была уничтожена. За короткий промежуток времени рыцарю-предателю удалось повредить Хан Синя и уничтожить двух его питомцев от душ существ-мутантов. Королева, чего ты стоишь? Если я умру, то ты умрешь вместе со мной. Хан Синь приказала королеве мгновение начать действовать. Если бы такая ситуация сложилась раньше, то дух не стала бы помогать своему хозяину. Девушка предпочла бы умереть вместе с ним, но недавно у нее появилась надежда. Ей пообещали, что она не будет заложницей в сознании Хан Синя. Поэтому королева хотела как-то помощь и не хотела смотреть, как умирает парень. Королева мгновение стиснула зубы и помчалась к рыцарю-предателю. Она собиралась сделать то, на что была способна. Ведь дух совсем недавно начала увеличивать свою силу, собирая гена очки. К сожалению, она еще не успела стать сильной, но все равно была готова попробовать помощь. В данный момент королева была не сильнее молодого королевского духа. Она обладала уникальной скоростью, но уровень физической силы духа был ниже, чем у змея, взломавшей шесть генных блоков. Однако, как бы там ни было, скорость не была ее главным преимуществом. Она обладала гена очками, связанными со временем, соответственно дух могла замедлить рыцаря-предателя. Хан Синь приказала двум змеям одновременно начать атаковать, а маленький ветер в этот момент должен был использовать ветряные клинок и воздушную пушку. Однако, несмотря на все усилия, рыцарь-предатель не был подавлен. Ему без каких-любо усилий удалось убить еще одну змею-кровавого дракона. Осталась только та, у которой было взломано шесть генных блоков. Черт, его ореол делает слабее остальных. Закричала королева мгновение, после того, как приблизилась к рыцарю и уклонилась от его атаки. Существу удалось отрезать ее длинные волосы. Если бы дух двигалось немного медленней, то осталось бы без головы. Я понял. Итак, что же мы можем сделать? Оживленно спросил Хан Синь, рассматривая два медных ореола над головой рыцаря-предателя. Только теперь юнаша понял, почему он не успел уклониться от атаки существа. Причина была в этих ореолах. Ореолы рыцаря-предателя не только замедляли, но еще и делали слабее. Бам! Существо ударило последнюю оставшуюся змею. Хотя рыцарь не смог ее убить, но змея взвизгнула, отшатнулась назад, и из ее пасти потекла кровь. Рыцарю-предателю не хватило сил, чтобы убить змею, взломавшую шесть генных блоков. Увидев это, Хан Синь немного успокоился. Теперь он был уверен, что рыцарь-предатель еще не до конца развился и слишком рано отделился от дерева. Хан Синь покрепче сжал красный кинжал и начал использовать ауру от сутры Дон Сюань. Юноша видел, как работают ореолы, они действительно значительно уменьшали силу. Вместе с змеей кровавого дракона и королевой мгновения, Хан Синь смог сдерживать рыцаря-предателя, однако они все равно оставались в невыгодном положении. Маленький ветер использовал свои ветряные потоки и воздушную пушку, однако они не особо помогали. Атаки питомца для рыцаря-предателя были слишком слабые. У рыцаря был высокий уровень физической силы, и у его ореолов был хороший эффект. Его атаки были мощными и разрушительными. Когда красный кинжал ударил по медному свету, исходившему от кулака, существо не получило никаких повреждений. В итоге, Хан Синь решил просто наблюдать за движениями своего врага и попытаться понять, как он действует. Ранее, если бы он оказался в подобной ситуации, то уже воспользовался бы своим супер-телом короля духа. Это почти гарантировало юноше победу, однако сейчас Хан Синь не мог этого сделать. Бам! Королева мгновения телепортировалась и оказалась позади рыцаря-предателя. Она хотела попробовать ударить в окровавленное место, то, которым совсем недавно он крепился к дереву. Но внезапно, тело рыцаря-предателя ярко засияло и атака духа была заблокирована. Она была близко, но не смогла нанести удар. Кулак королевы мгновения, которым она наносила удар, начал кровоточить, после того, как девушка попала в световую защиту. Сейчас все тело рыцаря-предателя было окутано этим светом. Змея кровавого дракона заревела и попыталась оторвать голову врагу. Однако рыцарь успел отойти и ударил змею по голове. Притомец свалился на землю. Сейчас Хан Синь мгновенно оказался позади рыцаря-предателя и нанес удар по его ране. Парень использовал скрытый навык. Он не позволил врагу себя заметить, и, соответственно, у рыцаря не было времени, чтобы среагировать. Однако все его тело было окутано светом, который поглотил большую часть силы от удара. Хан Синь знал, что этот свет является невероятно мощной защитой, но юноша не испугался. Он поднял левую руку, которая испускала морозный воздух и молнии, а вправо держал кинжал. Глава 942. Душа рыцаря-предателя в кулаке был разрушительный свет. Сила была настолько большой, что вся рука Хан Синь осветилась. Этот свет напоминал рентген, так как стало видно кости под плотью. Навык водный гром обрушился на спину рыцаря-предателя. Бум. Как только водный гром соприкоснулся с кровью существа, оно все стало наэлектризовано. Потрескивание, шипение, удары грома становились все громче и ярче. Вскоре это стало похоже на взрыв большого фейерверка. Так как Хан Синь не стал использовать супер-тело короля духа, то он не смог окончательно уничтожить рыцаря-предателя. Но ему удалось заморозить и обездвижить врага. Теперь рыцарь не мог больше двигаться. Все было так, как и планировал юноша. Змея кровавого дракона и королева мгновений быстро отреагировали, они не хотели тратить ни секунды. Как только Хан Синь создал подходящую возможность, они устремились к обездвиженному существу. Все, что сейчас мог делать рыцарь, это надеяться на свою защиту. После каждого удара по его щиту, тело существа отодвигалось назад. Атаки усиливались, и их скорость становилась быстрей. Казалось, что рыцарь скоро полностью утратит контроль. В этот момент Хан Синь выпустил в него монеты. На существо оказывало давление нескольких гор, что также не давало ему двигаться. Как только рыцарь-предатель прогнулся под невероятным давлением атак, Хан Синь выпустил в него дюжину монет. После того, как юноша взломал второй генный блок, эффект от монет стал намного выше. Змея кровавого дракона и королева мгновения не прекращали атаковать рыцаря-предателя. Тем более, что сейчас он не мог нанести ответный удар. От происходящего рыцарь был в ярости и никак не мог осознать, что с ним происходит. Несмотря на все его старания, он ничего не мог сделать, а здоровье существа постепенно уменьшалось. Количество монет, которые на него давили, постепенно увеличивалось. Когда рыцарь оказался в таком положении, Хан Синь начал присматриваться к нему. Он заметил, что их плод противник изо всех сил пытается избавиться от давления, но также парень заметил, что ореолы продолжают оказывать негативный эффект. Однако, юноша знал, что он уже победил. Рыцарь-предатель был придавлен невероятной силой, на него продолжали обрушиваться атаки, с которыми он ничего не мог сделать. Существо больше не было угрозой для человека. На рыцаря-предателе было множество монет. Бум. Существо больше не могло противостоять такому давлению. Рыцарь рухнул на землю и остался неподвижным. Хан Синь, королева мгновения, змея кровавого дракона не останавливались. Они продолжали атаковать существо и вскоре оно умерло. Убито супер-существо рыцарь-предатель. Получена душа существа. Плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию и у вас будет шанс получить от 0 до 10 супер-очков духа. Хан Синь был безумно рад. Ему удалось не только убить супер-существо, но и получить его душу. Он считал себя счастливчиком. Но радость Хан Синя стала еще сильнее, когда он вспомнил ряд событий, которые привели к такой победе. Ему просто очень повезло убить это супер-существо и все из-за того, что оно еще не успело полноценно развиться. Тело рыцаря-предателя исчезло, а на его месте появился медный шар жизненной эссенции. Хан Синь радостно подобрал ее, ведь это была первая жизненная эссенция, которую он смог получить в третьем святилище бога. Даже сам парень был удивлен, что так быстро ее получил. После того, как умер рыцарь, дерево тоже погибло. Теперь его было бессмысленно переносить в убежище. Однако парень не стал из-за этого расстраиваться. В данный момент он был счастлив, ведь ему удалось получить душу супер-существо и жизненную эссенцию. Юноша быстро вернулся в подземное убежище и призвал душу, которую только что получил. Перед Хан Синьим появился медный рыцарь. Над его головой не было ореолов, но все тело было облачено в доспехи. Тип души рыцаря-предателя. Питомец. Узнав тип души, Хан Синь расстроился. Ведь это означало, что для его развития потребуется много времени. К тому же какое-то время юноша не сможет использовать питомца. Но если кто-то узнает, что у него есть супер-питомец, то Хан Синь окажется в центре внимания. Среди людей начнется суета. После стольких событий королева мгновения вернулась на базу духа. Пока ее не было, юноша решил поглотить жизненную эссенцию. Он начал имитировать энергетические потоки рыцаря-предателя и поглотил жизненную эссенцию. Всего он получить 5 супер-очков гена. Хан Синь снова был разочарован. Возможно, он получил так мало очков из-за того, что супер-существо еще не успело полностью развиться или это было супер-существо первого поколения. После нескольких перемещений, убежище оказалось на окраине Тернового леса. Наконец, появились существа, на которых Хан Синь мог охотиться. Юноша не тратил время понапрасну и, взяв с собой маленького ветра и змею кровавого дракона быстро покинул убежище. Он хотел убить как можно больше существ, пока у него была такая возможность. Прошло немного времени до того, как Хан Синь собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена. Юноша не знал, где именно он находится, и ему стало интересно, находились ли здесь поблизости какие-нибудь убежища. Хан Синь не хотел, чтобы кто-то увидел его убежище, поэтому и хотел это выяснить. Он был согласен пройти больше, но его убежище должно было оставаться среди деревьев. Вскоре парень обнаружил одно убежище, которое находилось намного дальше от дерева, чем тогда убежище Цинмина. Возле него было мало деревьев и здесь обитали довольно слабые существа. Хан Синь было легко на них охотиться. Но, пройдя еще 50 миль, Хан Синь увидел еще одно убежище. Похоже, что это было убежище класса рыцаря. Снаружи казалось, что это был старинный город. Хан Синь увидел там много людей, от чего испытал сильное волнение. Если бы убежище принадлежало духу, то кроме людей были бы еще и существа. Но, к счастью, юноша не увидел ни одного существа и решил, что ему очень повезло. Хэм, но почему все они находятся внутри? Неужели никому не хочется выйти наружу? Хан Синь задумался над этим. Обычно, вокруг всегда бродило много людей. Но здесь все люди находились только внутри убежища, и это казалось странным. Немного подумав над ситуацией, юноша все же решился подойти к убежищу. Его одновременно одолевали интересы беспокойства. Глава 943. Покинуть город? Что ты там делаешь? Заходи. Хан Синь услышал, как кто-то обратился к нему. Когда юноша вошел в убежище, он лучше смог рассмотреть людей. Казалось, что они действительно не хотели выходить на улицу. Они выглядели очень мрачными, как будто здесь происходило что-то плохое. Это был маленький город, убежище класса рыцаря, и здесь обитало около 30 людей. В третьем святилище бога это место было довольно неплохим для объединения и проживания людей. Здесь что-то не так? Что вообще происходит? Спросил Хан Синь и мужчины средних лет, который с ним заговорил. Хэм, я раньше тебя не видел. Ты новенький? Мужчина средних лет не ответил на вопросы, которые задал Хан Синь. Да, я только что пришел сюда, ответил Хан Синь. Ну, тогда тебе не повезло. Ты, наверное, обрадовался, что оказался в человеческом убежище, но мы скоро потеряем его, вздохнул мужчина средних лет. Почему? Спросил Хан Синь. Мужчина средних лет начал объяснять. 20 лет назад мы завоевали это убежище, и оно стало безопасным местом для многих людей. Но несколько дней назад существо обнаружило наше убежище. Но это необычное существо, которое обитает в этом лесу, оно пришло сюда с севера. Существо принадлежит к королевскому убежищу, расположенному в горах. Нам сообщили о том, что на нас готовит нападение. Лидер того убежища хочет уничтожить наше. А как вы узнали об этом? Спросил Хан Синь. Парню показалось странным, что эти люди знают о том, что происходит в убежище на севере. В том убежище есть наш человек. Он рисковал своей жизнью, чтобы передать нам эту информацию. Но даже при том, что мы все знаем, мы ничего не можем сделать. У нас нет столько сил, чтобы противостоять тем, кто будет нас атаковать. Мы думаем только об одном, стоит ли нам остаться здесь и принять участие в последнем нашем сражении, или же стоит сбежать в лес, ответил мужчина средних лет. Хан Синь понимал, в какой ситуации они оказались. Также он видел, что эти люди были подавленными, и они были уверены, что не смогут защитить свое убежище. Юноша задумался, но в этот момент послышался громкий колокольный звон, который находился на площади. Старик Хуан зовет нас, сказал мужчина средних лет Хан Синью, а затем пошел к площади. Юноша вместе с остальными также пошли на площадь. Обычно люди хорошо относились к новичкам и старались их опекать. Они старались во всем им помогать хотя бы первое время. Но в данной сложившейся ситуации никому не хотелось обращать внимание на новичка. Человек с седыми волосами звонил в колокол. Хан Синь уже понял, что это был старик Хуан. На мгновение Хуан задержал взгляд на Хан Синь, но потом отвел глаза. Пришло время. Нам нужно решить, мы остаемся и сражаемся или просто бежим. Старик Хуан сделал паузу, а затем продолжил. Темнота быстро приближается. Поднимите руки те, кто хочет сбежать. Все начали переглядываться, думая о том, какое решение принять, но, в итоге, почти все подняли руки. Возможно, так будет даже лучше. Это будет последняя ночь в убежище, которая стала нам домом. Подготовьтесь. Мы уйдем с восходом солнца, торжественным тоном сказал старик Хуан. После выступления мужчины все остались стоять на месте. Люди понимали, что им действительно будет лучше покинуть убежище. Однако осознав, что им придется уйти, люди были подавлены. Местные понимали, что им некуда идти и их ждет много трудностей. Некоторые более пожилые люди вложили души в это убежище. Жители усердно трудились, чтобы оно стало процветающим. Поэтому им было еще больнее от того, что они вынуждены покинуть это место. Идите домой, сказал старик Хуан, снова вернувшись на трибуну. Люди находились здесь много лет, и это убежище стало их домом, но, если жители не уйдут, то оно станет их могилой. Если они не хотят всю жизнь повиноваться духу, то им нужно было бежать. Но даже если бы они решились стать рабами, не было гарантии, что дух захотел бы этого. Их могли просто убить, поэтому почти все хотели убежать. Им не хотелось отдавать свою судьбу в руки духа. Но, как бы там ни было, все равно было трудно смириться с тем, что вы должны были покинуть свой дом. Хан Сень уже просмотрел жизненные силы людей и увидел, что многие из них были довольно сильными и имели неплохой опыт. Поэтому юноша считал, что группа людей из 30 человек была не очень слабой. Я могу кое-что сказать? Хан Сень нарушил воцарившуюся тишину. Все повернулись в сторону парня, а старик Хуан сказал. Конечно, мы же семья. Мы должны сразиться, заявил Хан Сень. Старик Хуан криво улыбнулся и сказал. Молодой человек, я понимаю твое рвение и твое желание. Но ты должен помнить, что мы столкнемся с разгневанным королевским духом. У него есть минимум 15 существ-мутантов. Даже если половина наших людей выйдет против них, то мы все равно почти ничего не сможем сделать. Как думаете, вы согласились бы покинуть свой дом, если бы знали, что у вас хватит сил противостоять нападающим? Парень хотел еще кое-что сказать, но молодой человек, стоявший возле старика Хуана, неожиданно спросил. Ты Хан Сень? Да, юноша кивнул. Маленький Юй, ты знаешь этого молодого человека? Спросил старик Хуан. Это Хан Сень. Он зять нашего президента. Он очень известный. Именно он победил королевского шура, объяснил маленький Юй. После слов молодого человека, все вспомнили, чем прославился Хан Сень. Даже пожилые люди, обитавшие в этом убежище, слышали имя Хан Сеня. Если вы все же решите убежать, то можете бежать. Но если вы решите остаться, то окажете мне большую поддержку. Мы сможем победить тех, кто уверен, что может нас растоптать. Кроме того, мы сможем нанести достойный ответный удар. И то убежище на севере станет нашим, заявил Хан Сень. Маленький Хан, мы очень этого хотели бы, но у нас нет необходимой силы. Мы даже не можем дать отпор и оставить себе наше убежище, честно признался старик Хуан. Неужели вы думаете, что мы не сможем защитить убежище, вместе с этим? Хан Сень призвал змею кровавого дракона. Глава 944 Оборона убежища Это, старик Хуан и все присутствующие с удивлением уставились на змею кровавого дракона. Им казалось, что она была просто маленьким обычным питомцем. Хан Сень приказал питомцу показать сколько генных блоков он уже взломал. Когда активировался первый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера тигра. Когда активировался второй взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера быка. Когда активировался третий взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера голема. Когда активировался четвертый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера гигантского существа. Когда активировался пятый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера динозавра. Питомец с взломанными пятью генными блоками, все присутствующие на площади начали перешептываться и с восхищением смотрели на мощного питомца. Затем змея кровавого дракона зашипела и снова увеличилась. Ее чешуйки стали огненно-красного цвета, и она превратилась в ужасное гигантское существо. Казалось, что змея готова убить любого, кто посмеет ее обидеть. Шесть генных блоков. Это же лучший питомец-мутант, который может быть. Кто-то выкрикнул из толпы. Старик Хуан, с этой змеей как думаешь, у нас есть шанс отбиться от тех, кто решил выгнать нас из дома? Спросил Хан Синь. Это должно быть возможно, хотя мужчина пытался скрыть свои чувства, но было видно, что он очень взволнован. Хотя в убежище духа было много существ, но вряд ли среди них были те, кто взломал столько же генных блоков, как змея. Существа-мутанты могли взломать шесть генных блоков, но это не означало, что каждое существо сможет этого достичь. Поэтому, увидев питомца, не только Хуан разволновался, но и все остальные. Теперь у людей появилась надежда оставить себе свое убежище. Этот питомец может справиться одновременно с тремя существами. Если мы будем действовать вместе, то, возможно, нам удастся выиграть. Да. Давайте сразимся и покажем духу, на что мы способны. Мы не покинем наше место. Чертовы духи. Кроме нескольких более старших людей, все начали высказывать восхищение по поводу увиденной змеи. Но вскоре старик Хуан приказал всем успокоиться и обратился к Хан Синью. Хан Синь, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. И мне очень хотелось бы, чтобы ты ответил на них честно и отнесся к ним серьезно. Ведь это касается жизни и смерти. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, сказал Хан Синь. Как ты здесь оказался? Ты пришел сюда из другого убежища? Спросил старик Хуан. Да. Хан Синь кивнул. Услышав ответит, мужчина тоже кивнул. Затем задал следующий вопрос. Если мы победим, ты останешься с нами? Все сразу поняли на что намекает старик Хуан. Даже если они смогут отбиться от нападавших, но если Хан Синь потом уйдет, они снова станут недостаточно сильными. А если дух решит отомстить, то люди опять окажутся в опасности. Соответственно если в будущем они снова станут уязвимы, то им нет смысла сейчас сражаться. Все смотрели на Хан Синя и надеялись, что он решит остаться. Я уйду, прямо ответил парень. Все расстроились. Их надежды были разбиты. Я ценю твою честность. Старик Хуан не злился на юношу, так как понимал, почему он хотел уйти. Хан Синь был очень известным человеком. К тому же, у него была змея кровавого дракона со взломанными шестью генными блоками. Он должен был обитать в намного большем убежище, чем это. Кроме того, юноша явно куда-то шел. Я не все сказал. Я уйду, но есть два обстоятельства. Во-первых, я уйду, если мы завоюем то королевского убежища. Во-вторых, если нам не удастся этого сделать, то я уйду, но оставлю вам змею кровавого дракона, сказал Хан Синь. Все были удивлены, а старик Хуан спросил. Ты говоришь правду? Если ты мне не веришь, то я могу прямо сейчас передать тебе душу питомца. Хан Синь не опасался, что этот человек может украсть у него питомца и был уверен, что если все закончится хорошо, то мужчина вернет эту душу. Но даже если бы они захотели сделать такое, то людям некуда было бы бежать. Они находились посреди леса, к тому же, на них охотилась армия существ. Соответственно, такой поступок был бы бессмысленным. Если люди откажутся сражаться, то они будут вынуждены убежать в лес. А учитывая их силу, Хан Синь считал, что им будет почти невозможно выжить на такой опасной территории. Юноша знал, что эти люди уже решили бросить свой дом, поэтому он считал, что обязан им помочь. Также Хан Синь хотел воспользоваться этой возможностью и насобирать мутантных очков гена. Ему будет труднее их собрать, если юноша будет охотиться самостоятельно. Люди из этого убежища не были слишком сильными, но многие из них могли справиться с существами-мутантами. Поэтому если юноше удастся воспользоваться этим шансом и завоевать королевское убежище, то это будет потрясающим результатом. Маленький Хан, ты, зять президента. Конечно, мы тебе верим. Старик Хуан не был глупым и не хотел, чтобы ему сейчас отдавали питомца. После этого, все начали готовиться к сражению. Люди доставали все самые лучшие, что у них было. Итак, какое именно убежище хочет вас уничтожить? И кто там хозяин? Хан Синь решил уточнить, так как ему еще не сказали название убежища, которое собиралось их атаковать. Это терновое убежище. Им владеет терновая баронесса. Она – королевский дух и очень сильная, ответил старик Хуан. Хан Синь был удивлен услышанным и решил уточнить. Получается мы находимся на территории, которая принадлежит терновому убежищу. На время Хан Синь стал лидером этого маленького убежища. Парень на свое усмотрение организовывал тактику обороны, а люди подчинялись ему. Юноша хорошо умел организовывать людей, конечно он не смог бы командовать большой армией, но с группой людей, состоящей из 30 человек, парень легко должен был справиться. Хан Синь использовал свои знания относительно определенных позиций и отдавал команды другим. Изначально люди не сильно доверяли парню, однако после объяснений относительно позиций, все начали ему подчиняться. Вскоре они поняли, насколько талантлив был Хан Синь, и дальнейшая их работа стала более сплоченной. Прошло три дня, но армии духа так и не было. Хан Синь отправился к ближайшему холму, чтобы взглянуть, было ли там какое-то движение или нет. Глава 945 Охота начинается Хан Синь вместе со стариком Хуаном во главе, поднимались на гору. Они шли к терновому убежищу. Горные склоны были довольно крутыми, и, в отличие от заросшего леса, на них почти не было растительности. Из-за этого, на эту территорию заходило мало существ, поэтому на пути люди никого не встретили. Пожилой мужчина не стал высоко подниматься, он просто рассказал Хан Синю, куда ему нужно идти дальше. Юноша отправился в сторону тернового убежища только для того, чтобы встретиться с тем человеком, который рисковал своей жизнью, чтобы передать информацию о надвигающейся опасности на маленькое убежище. Пройдя сто миль, Хан Синь наконец увидел черное убежище, которое располагалось на вершине горы. Недалеко от него парень заметил существ, бегающих туда-сюда. Хан Синю сказали, что этот человек жил отдельно от убежища, его дом находился в соседней долине, которая напоминала форму рыбьего рта. Добравшись до нужной долины, юноша увидел дом. Он был деревянным, но выглядел неухоженным и безобразным. Хан Синь не стал сразу к нему приближаться, а решил понаблюдать за ним издалека. Вокруг никого не было. Однако, когда солнце начало садиться, человек вернулся в дом. Мужчина был высоким и мускулистым, а когда Хан Синь увидел его лицо, то шокированно прошептал. Благородный тигр, Теи. Хан Синь и Теи когда-то сражались за получение военной должности. Тогда юноша победил Теи и стал телохранителем Джи Ян Ран. Благодаря этому, во время своей службы, он смог много времени проводить в святилище. Кто там? Теи сразу услышал, что поблизости кто-то есть. Давно не виделись. Не ожидал, что встречу тебя здесь и даже не мог подумать, что это ты передал новости в маленькое убежище, которое находится далеко на юге отсюда. Выбравшись из кустов, Хан Синь с улыбкой заговорил с мужчиной. Хан Синь, зачем ты пришел сюда? Теи также был удивлен такой встрече. Я пришел, чтобы узнать, когда терновое убежище планирует начать атаковать, улыбнувшись, ответил Хан Синь. Заходи. Думаю, будет лучше, если мы поговорим в доме. Теи оглянулся, а затем открыл дверь. Хан Синь последовал за мужчиной и закрыл за собой дверь. Внутри не было стульев, поэтому юноше пришлось сесть на пол. Парень начал рассматривать дом, в котором оказался, и был удивлен его разрушенным состоянием и пустотой. Здесь почти не было мебели, но зато повсюду были различные инструменты. Юноша даже не увидел кровать, там был только матрас и одеяло. Люди из того убежища уже эвакуировались? Спросил Теи. Нет, мы будем сражаться с терновой баронессой и собираемся ее победить, уверенно ответил Хан Синь. Вы что, сошли с ума? У нее в подчинении полно королевских духов. Их вполне хватит, чтобы завоевать ваше маленькое убежище. Теи забеспокоился и нахмурился. Этого не будет. Мы готовы отбиться от любой опасности, которая встретится нам на пути. Но я хотел бы спросить, ты случайно не знаешь, каких именно существ и духов отправить для завоевания нашего убежища? Спросил Хан Синь. К сожалению, Теи покачал головой и сказал. Я здесь только для того, чтобы выращивать для них генорастения. Мне просто повезло, и я услышал, что они говорили о том, что собираются завоевать убежище. Но я нахожусь здесь уже очень давно, поэтому знаю, как обычно действует терновая баронесса. Если она решила атаковать, то во главе армии у нее будет 8 существ-мутантов. Хан Синь кивнул и спросил. А когда они планируют нанести удар? Теи снова покачал головой и ответил. Я сказал все, что знаю. Но вы все должны покинуть убежище. Терновая баронесса невероятно сильная. Она уничтожит всех, кто останется там. Хан Синь улыбнулся и сказал. В наших действиях есть смысл. Как бы нам не было тяжело, но мы не можем просто так сбежать. Люди, которые завоевывали его и строили не могут покинуть убежище. Если вы не хотите убегать, то подумайте о том, чтобы сдаться. Если вы так поступите, то у вас будет шанс уйти оттуда живыми. Низко склонив головы, Теи считал, что это единственный шанс остаться в живых, кроме побега. Я уверен, что мы сможем победить терновую баронессу. Хан Синь сделал паузу, а затем добавил. Ты можешь оставаться здесь. Когда мы пойдем в контратаку, мы тебя спасем. Теи удивленно взглянул на парня. Спустя несколько минут он заговорил. Ты такой наивный или ты глуп, или ты просто не понимаешь то, что я тебе только что сказал. На самом деле у вас нет плана, вернее, вы не сможете его осуществить. Так, я не буду ничего тебе рассказывать, но могу сказать только одно. Я спасу то убежище. Хан Синь улыбнулся, а потом попросил. Расскажи о существах-мутантах и о духах, которые скорее всего будут атаковать убежище. Я немного знаю, но Теи рассказал все, что знал. Хан Синь задал ему еще несколько вопросов, а затем решил вернуться в свое убежище. Глядя вслед юноши, Теи лишь вздохнул, а потом закрыл дверь. Вернувшись в убежище, Хан Синь начала изменять позиции для обороны. Терновое убежище оказалось намного сильнее, чем он предполагал. Если враги решат взять с собой 10 существ-мутантов, то для того, чтобы обеспечить свободу и оставить себе убежище, люди будут вынуждены заплатить высокую цену своими жизнями. Думаю, что нам нужно первыми нанести удар. Мы можем напасть на них до того, как они доберутся до убежища. Подумав об этом, Хан Синь вернулся в альянс. Юноша подумал о том, что ему нужен мощный лук, тот, который сможет убить существ-мутантов. Он уже собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена, также получил 7 священных очков и 5 супер-очков гена. Теперь уровень его физической силы был выше 1000 очков и он мог справиться с существами-мутантами. Если у него будет подходящий лук, то он сможет использовать пылающую стрелу, которая досталась ему от дикобраза. Эффективность атаки можно усилить, если выпускать вращающуюся стрелу. В таком случае, юноше должно будет несложно убивать существ-мутантов. В альянсе было много подходящих луков, однако для их использования требовался высокий уровень силы. Соответственно, не каждый мог эффективно их использовать. Учитывая уровень физической силы, Хан Синь может подряд дважды использовать подобный лук. Парень взял такой лук у Аньни. Однако использование стрел с содержанием Зе стали было бы неэффективно против существ из третьего святилища бога, но пылающая стрела была подходящим оружием. Хан Синь взял лук и стрелу, а затем снова пошел в сторону тернового убежища. Парень хотел поговорить с Ти, однако, когда он подошел к старому дому, то увидел группу существ и духов, направляющуюся к мужчине. Юноша решил спрятаться и посмотреть, что будут делать пришедшие. Они были сильными, поэтому он сразу понял, что группа пришла из тернового убежища. Но когда Хан Синь увидел лидера приближающейся группы, то был повергнут в шок. Это был адух, с которой он когда-то столкнулся в терновом лесу. Глава 946. Невидимый стрелок она, терновая баронесса. Хайм Имым, тогда мне не стоит использовать красный кинжал. Если она его увидит, то сразу узнает меня. Хан Синь был рад, что решил прийти к Ти и показать ему свой лук. После того, как юноша взломал второй генный блок, его аура от сутры Дун Сюань стала намного лучше. Ее радиус действия стал намного больше и теперь Хан Синь мог спокойно наблюдать за каждым членом группы из тернового убежища. Пришедшая команда была сильной. Терновую баронессу сопровождали королевские духи и семь существ-мутантов. Кроме того, в подчинении у духа было 300 примитивных существ, даже с змеей кровавого дракона Хан Синя. Если им удастся победить, то это будет невероятно трудная победа. Хорошо, что я пришел сюда. Если бы я этого не узнал, то возможно, все те люди погибли бы. Оставаясь в своем убежище, Хан Синь продолжал наблюдать за происходящим. Юноша понимал, что ему надо начать убивать до того, как они доберутся до рыцарского убежища. Ему нужно было только одно – дождаться подходящей возможности и начать действовать. Духов было бессмысленно убивать, так как они умели возрождаться, поэтому нужно было сначала убивать существ и постепенно ослаблять силу нападавших. Хан Синь довольно долго рассматривал семь существ, которые пришли с духом. Среди них был ястреб с золотыми крыльями, который парил над остальными и выполнял роль защитника с воздуха. В его глазах мелькали золотые молнии, а тело блестело под солнечными лучами. Он был сильным существом-мутантом, которое наносило мощные атаки. Однако Хан Синь увидел, что у этого существа была слабая защита. Оно напоминало стеклянную пушку. Также юноша смог увидеть его самое слабое место – это была пушистая часть на его груди. Она была слабее, чем крылья, покрытые металлом. Хан Синь пока находился в укрытии и крепко сжимал лук, который взял у Анини. Он призвал пылающую стрелу и положил ее на тетиву. Юноша приготовился атаковать существо и натянул тетиву. Неожиданно Хан Синь ощутил, насколько тяжело ему будет стрелять. Чтобы сделать эффективный выстрел, нужно было использовать свою силу. Стрела была нацелена на грудь существа, и как только оно расправило крылья, обнажив самый слабый участок на теле, Хан Синь выстрелил. Не издав ни звука, стрела устремилась к своей цели. Никто не обратил на нее внимания. Через мгновение она пронзила грудь существа, из раны хлынула кровь и ястреб начал падать на землю. Существо издало крик. Несколько раз оно попыталось взмахнуть крыльями, но у него ничего не получилось. Ястреб был убит. Все сопровождающие терновую баронессу заметили это и были шокированы. Дух также была поражена, когда увидела, что одно из ее сильных существ было убито. Оставшиеся существа уставились в ту сторону, откуда прилетела стрела. Баронесса тут же приказала им уничтожить невидимого убийцу. Но когда они добрались до места, где по их предположению должен был сидеть враг, там было пусто. Они не ощутили никакой жизненной энергии в этом месте. Убито существо мутант золотой громовой ястреб. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хансень убежал со своего места еще до того, как услышал голос. Юноша не боялся, что его могут найти, так как стер следы своей жизненной силы и замаскировал след выпущенной стрелы. Если они не увидят своими глазами, откуда вылетела стрела, то никогда не смогут его найти. Хансень использовал навык «Холодная стрела», с помощью которого можно было замаскировать полет стрелы. Благодаря этому, было почти невозможно определить, откуда выпустили стрелу. Если бы он не использовал это, то, скорее всего, парень не смог бы незаметно выпустить стрелу и существо успело бы уклониться. Но юноша сожалел о том, что у него нет возможности забрать мертвое тело. Когда терновая баронесса увидела, что ястреб был убит, Хансень уже сбежал. Парень сымитировал силу Цуэланси и смог замаскировать свой запах. Конечно, он не мог так же эффективно использовать навык, как женщина, но ему хватило сил, чтобы скрыть запах одного человека. Даже существа-мутанты, такого же уровня как он, не могли его обнаружить. А существа, которые обладали талантом отыскивать других по жизненным силам, не смогли найти Хансеня из-за его ауры от Сутры Дон Сюань. Юноша, подобно призраку, скрылся между деревьями. Он снова поднял лук и натянул тетиву с пылающей стрелой. Как там может никого не быть? Терновая баронесса нахмурилась. Пока дух думала о том, что на них начал нападать какой-то призрак, послышался рев другого существа. Пылающая стрела пронзила глаз волка с золотыми когтями. Существо начало корчиться от боли, а стрела быстро исчезла. Из поврежденного глаза сильно потекла кровь. Хотя оно еще не умерло, но смерть была не за горами. Терновая баронесса выглядела сердитое и сама побежала к тому месту, откуда, по ее мнению, прилетела стрела. Но когда она туда добралась, то там, как и в прошлый раз, никого не было. Дух также не смогла обнаружить никакой жизненной силы. Казалось, что ее команду действительно убивал неизвестный призрак. Кто ты? Кто здесь? Перестань прятаться, как крыса, покажись. Избавься от своей трусости и сразись со мной, как настоящий воин. Громко выкрикнула терновая баронесса, но не услышала ответа. Ра-а-а-а-а-р. Еще одно примитивное существо было убито. Среди подчиненных духа начался настоящий хаос. Они оглядывались по сторонам, но не могли обнаружить невидимого стрелка. Духи и существа бегали в разных направлениях, но все были встревожены, так как опасались, что могут стать жертвами следующей убийственной стрелы. Катча. Снова стрела пронзила второй глаз волка с золотыми когтями. Та же самая стрела вернулась, чтобы завершить начатое. Несколько существ мгновенно устремились в ту сторону, откуда она прилетела, но там опять никого не было. Духи и существа были окутаны ужасом. Им казалось, что сама смерть играет с ними в какую-то игру. Никто не знал, кто будет следующей жертвой и когда это произойдет. Убито существо мутант-волк с золотыми когтями. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Когда волк умер, Хансень услышал сообщение. Глава 947. Существа атакуют. Продолжайте проверять вокруг. Терновая баронесса злилась, но она старалась сохранить самообладание, чтобы эффективно отдавать распоряжение своим подчиненным. Стрела Хансеня напоминала тихого убийцу, однако ее все равно можно было заметить своими глазами. Подчиненные Терновой баронессы находились на таких позициях, с которых они могли наблюдать во всех направлениях. Если снова вылетит стрела, то они сразу ее увидят. Стрела Хансеня наносила смертельные повреждения существам, однако если они ее заметят, то смогу уклониться. Юноша не смог найти подходящего укрытия, поэтому был вынужден отступить. Уничтожив двух существ-мутантов, он уже добился неплохого результата. Теперь осталось пять существ-мутантов и два королевских духа. Вместе со змеей кровавого дракона они могли победить своих врагов, которые будут на них нападать. После этого события, Терновая баронесса вместе со своими подчиненными стали двигаться намного медленнее, опасаясь внезапной атаки. Хансень быстро вернулся в убежище, а враги все еще спускались по склону горы. Юноша узнал силу оставшихся существ и духов, поэтому быстро внес некоторые изменения в свой план. Пять существ-мутантов и два королевских духа. И всего триста примитивных существ, возможно у нас действительно есть шанс на победу, встревоженно сказал старик Хуан. Так как мы будем защищаться, то у нас будет преимущество перед атакующими. Примитивные существа это всего лишь пушечное мясо и они не несут никакой угрозы. Мы должны бояться только того, что такое количество может проломить наши стены, кто-то вмешался в разговор. Их слишком много, а нас очень мало. У нас не хватит людей, чтобы эффективно охранять все четыре стены, нахмурился другой человек. Мы должны постараться, мы приняли такое решение, теперь у нас нет другого выбора, кто-то сказал, хлопнув в ладоши. После некоторых обсуждений, Хансень отправился в зал духа. Он располагался в центре убежища, и оттуда можно было видеть все четыре стены, а не здесь. Кто-то громко закричал. Наступило время сражения, хотя все долго готовились к этому, но увидев врагов, люди начали суетиться и стали снова задавать Хансенью много вопросов. Вы все знакомы с планом, вам просто нужно занять свои позиции. Ответив, Хансень призвал змею кровавого дракона и отправил ее к стене, расположенной на севере. Также к одной из стен юноша отправил маленького ветра. Хансень оставался в зале духа и не собирался из него уходить. Он не сильно переживал о том, что бойцы сильно нервничали. Юноша был доволен тем, что люди выполняли его указания. Только теперь он решил взглянуть на полученную душу от волка с золотыми когтями. Тип существа-мутанта волка с золотыми когтями. Оружие. Призвав его, в руках Хансеня появился кинжал, напоминающий клык. Конечно, он был не таким мощным, как красный кинжал, но все равно это было хорошее оружие. Я, терновая баронесса. Убежища земли, которые принадлежат ему, должны быть переданы мне, а все жители должны его покинуть. Конечно, если вы хотите избежать бесполезных смертей при оказании бессмысленного сопротивления, то можете стать моими подчиненными. Похоже, что дух была в плохом настроении. А я простой солдат. Если вы хотите избежать смертей при атаке на наше убежище, то ваши жизни могут быть сохранены, если вы будете служить под моим управлением, в ответ заявил человек по имени Чин Лэй. Люди, находящиеся рядом с мужчиной, начали смеяться, и они не были напуганы, как ожидала терновая баронесса. Как терновая баронесса я привыкла говорить подобные вещи, но вы, настроение духа еще сильнее испортилось. Услышав такие слова, она очень разозлилась. У женщины больше не было желания вести переговоры, поэтому она сразу приказала своим существам начать атаковать. Хансень разработал множество планов, но теперь, казалось, что они вовсе не нужны. Возможно, дух действовала так из-за своего испорченного настроения, но они атаковали только с одной стороны. Я переоценил ее сообразительность. Хансень улыбнулся и приказал всем отправиться на защиту северной стороны убежища, а затем и сам к ним присоединился. Благодаря неэффективному плану нападения терновой баронессы, давление на убежище было значительно слабее. 30 человек было более чем достаточно для охраны северной стены. Существа ревели, слышались взрывы, люди издавали боевые крики, все эти звуки сливались воедино, образуя шум настоящей войны. Это было завораживающим зрелищем. Стены пронзали клинки и огненные шары. Существо, похожее на леопарда, начало взбираться по стене, но как только оно добралось до вершины, человек вонзил ему в глаз свой меч. Из раны тут же брызнула кровь, и леопард свалился на землю. Ра-а-а-а-а-р. Появился тигр, окутанный огнем. Зверь выглядел очень мощным, и даже просто его присутствия было достаточно, чтобы напугать тех, кто его увидел. Бум. Красная тень появилась из убежища и атаковала этого тигра. Существо подлетело в воздух и на своем путь начало сбивать встречающиеся деревья. Змея кровавого дракона зашипела на врагов, которые атаковали убежище. Она взмахнула хвостом, и восемь примитивных существ были тут же убиты. В воздухе начал кружить черный орел и запустил вниз ветреное лезвие. Другое существо, напоминающее титана, находился возле ворот. От каждого его удара, по всему убежищу ощущалась вибрация. Все это время Хан Синь не принимал участия в сражении. Он командовал змей кровавого дракона и отдавал команды людям, которые достойно сражались, защищая свой дом. Несмотря на то, что дела шли хорошо, юноша видел, что враг оказался сильнее, чем он изначально думал. Среди атакующих даже было два существа-мутанта, которые взломали пять генных блоков. А у тигра, который получил мощный удар, было взломано шесть генных блоков, как и у питомца Хан Синя. Юноша понимал, что сражение будет намного сложнее, чем он думал, и люди очень скоро могут оказаться в плохом положении. Однако Хан Синь спокойно отдавал приказы людям, а благодаря его более сильной ауриотсутры Дон Сюань он мог следить за всеми людьми и существами. Хотя на данном этапе все шло хорошо, но юноша понимал, что нужно сделать какой-нибудь трюк, чтобы у людей появилось преимущество. На самом деле, он уже кое о чем подумал. Хан Синь понимал, что можно продолжать и дальше сражаться таким же образом, но чтобы окончательно победить нужно было кое-что сделать. Если этого недостаточно для победы, то нам нужно немного изменить план. Хан Синь увидел терновую баронессу, которая находилась позади своей армии. Она также смотрела на Хан Синя. Дух была уверена, что сможет легко победить этих людей, но теперь была удивлена, видя настолько эффективное сопротивление. Конечно, она сразу поняла, что все это заслуга того, кто ими командовал. Поэтому Хан Синь привлек ее внимание. Глава 948. Смертельная стрела. Моя баронесса, ты хочешь, чтобы я уничтожил того человека? Спросил королевский дух демон-дракон. Терновая баронесса быстро ответила. Да, сделай это быстро и чисто. Мы уже потратили слишком много времени на это. Хорошо, ответил дух. Демон-дракон был облачен в черные доспехи, а в его руках был черный кинжал. Дух, не теряя ни секунды, побежал к воротам убежища. Его взгляд, устремленный на Хан Синя, напоминал взгляд хладнокровного убийцы. Увидев духа, юноша нахмурился. Он знал, что этот враг был сильнее, чем его змея кровавого дракона. Парень осознавал, что у людей было мало шансов на победу. В целом, армия терновой баронессы была сильнее тех, кто защищал убежище. Старик Хуан, возьми в свои руки командование. Хан Синь спрыгнул на землю. Юноша понимал, что для того, чтобы остановить наступление существ, ему нужно убить терновую баронессу. Но если он не сделает это в ближайшее время, то ему придется призвать королеву мгновения, чтобы она помогла в этом сражении. Хан Синь не хотел показывать, что у него есть королева мгновения, поэтому решил попробовать сразиться самостоятельно. Старик Хуан был потрясен тем, что Хан Синь так спокойно пошел к полю сражения. Мужчина даже не мог предположить, как парень собирается там выжить. Сражающиеся люди постепенно начали понимать, что армия существ была намного сильнее, чем они предполагали. А неожиданное поведение Хан Синя они считали самоубийством. Конечно, Хан Синь был совсем другого мнения. Хотя терновая баронесса была сильнее его по физическим показателям, но он был уверен, что не погибнет в сложившейся ситуации. Он знал, что может противостоять ей. Если Хан Синь будет действовать очень быстро, то существа не смогут его окружить. Юноша мог видеть и предвидеть каждое движение врагов благодаря своей ауле от сутры Дун Сюань. В момент, когда его ноги отрывались от земли для прыжка, он уже знал, куда приземлиться и каким будет следующее действие. Влево, вправо, уклонение, наклон, резкое изменение направления. Юноша пробирался сквозь толпу существ, подобно сумасшедшему леопарду. Со стороны можно было подумать, что человек бежал сквозь заросли кустов, но ни один листочек не дотронулся до его тела. Это было дикое зрелище. Несмотря на бесчисленное количество существ, жаждущих его крови и делающих все возможные, чтобы остановить парня, никто не мог к нему даже прикоснуться. Хан Сень все ближе и ближе подходил к королевскому духу. Какой высокомерный. В глазах демона-дракона можно было заметить жажду убийства. На его черной броне начали появляться чешуйки, а на шлеме выросли рога. Черные когти стали похожи на клыки дракона, и казалось, что их невозможно уничтожить. В своем враге Хан Сень ощутил невероятно мощную силу, однако это не испугало его. Парень не колебался ни секунды, хотя прекрасно понимал, что его скорость и сила вовсе не соответствуют духу, который хотел его убить. Тень Хан Сеня и демона-дракона промелькнули мимо друг друга. Но до того, как Хан Сень успел ударить кулаком, на его груди появилась глубокая рана, можно было увидеть даже его ребра. Котча. Юноша начал кашлять кровью, а из раны потекла темная кровь. Он рухнул на землю. Юноша выглядел мертвым. Какой глупый человек. Он даже не смог увидеть, что между вами очень большая разница. Терновая баронесса с презрением посмотрела на безжизненное тело Хан Сеня, а затем отдала приказ. Убей остальных. Хорошо. Демон-дракон был рад услышать эти слова и быстро опомчался к убежищу. Дух был уверен, что у парня не осталось никакой жизненной силы. Поэтому ему больше не стоило думать о человеке, который так глупо решил с ним сразиться. Примитивное существо прыгнуло на тело Хан Сеня и попыталось его съесть. Люди, оставшиеся охранять свою крепость, были опечалены случившимся. Они видели, что произошло с человеком, которого они считали своей спасительной соломинкой, который сейчас был убит. Люди, не сдавайтесь. У нас все еще есть шанс отбиться. Старик Хуан старался не поддаться печали и попытался вдохновить остальных, чтобы они с таким жервением продолжали сражаться за свою жизнь и свое будущее. Он видел, что змея кровавого дракона продолжает сражаться. Если бы Хан Сеня действительно убили, то душа питомца сразу исчезла бы. Однако змея кровавого дракона продолжала сражаться с огненным тигром, а это доказывало, что парень все еще был жив. Старик Хуан не знал, какую игру задумал Хан Синь, но он был уверен, что это часть его плана. Сражение еще не было завершено. Увидев, что люди и дальше продолжают сражаться, терновая баронесса улыбнулась и сказала, глупые людишки. Затем, неожиданно, женщина увидела стрелу, которая летела прямой ей в лицо. Она ощутила сильное тепло, а ее волосы вспыхнули. Дух сразу поняла, что это та же самая стрела, которая уничтожила золотого громового ястреба и волка с золотыми когтями. Терновая баронесса успела быстро среагировать. Она мгновенно попыталась уклониться от стрелы. Однако стрела повела себя так, будто у нее был свой разум. Она также отклонилась и пронзила духу горло. Терновая баронесса взглянула на стрелу, и на ее лице отразилось выражение полнейшего непонимания. Она попыталась что-то сказать, но было слышно только бульканье, так как женщина начала захлебываться собственной кровью. Она медленно подняла глаза и взглянула на поле сражения. Человек, который только что был мертв, стоял на трупе примитивного существа. В его руках был лук и он с усмешкой смотрел на духа. Терновой баронессе хотелось разодрать этого парня на куски. Но сейчас женщина уже ничего не могла сделать. Жизнь покидала ее тело. После этого, все поле битвы замерло. Все существа начали отступать. Глава 949 Справедливая торговля Демон Дракон начала кричать на существ, которые стали разбегаться, однако его никто не слушал. Дух не мог ими управлять, так как все они подписали контракты с Терновой баронессой. Поэтому только она могла отдавать им приказы. После такого резкого изменения ситуации, люди обрадовались. Под командованием старика Хуана они убивали оставшихся существ, но большинство самостоятельно сбегало в лес. Я тебя убью. Благодаря Демону Дракону Хансине удалось сымитировать свою смерть, а затем уничтожить Терновую баронессу. Когда парень увидел, что дух начал к нему подходить, то сразу призвал на помощь Змею Кровавого Дракона. Я тебя убью. Возможно не сейчас, но когда-нибудь я точно это сделаю. Демон Дракон понимал, что в сложившейся ситуации у него нет шанса убить Хансиня. Поэтому, дав клятву убить парня, он развернулся и покинул поле сражения. Преследовать этого духа не было смысла. У него был Камень Духа, соответственно он все равно сможет возродиться. Вместо этого, Хансинь вместе со Змеей Кровавого Дракона решил уничтожить как можно больше убегающих существ, чтобы сила Тернового убежища стала меньше. Убито существо Мутант Титановая Колонна. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хансинь со своим питомцем уничтожили существо. За все сражение они убили лишь третье сильное существо, а то, что юноша получил вторую душу было большой удачей. Разогнав огромную армию существ по лесу, Хансинь сосредоточил свое внимание на оставшихся примитивных существах. Их было намного легче поймать и убить. Люди выиграли это сражение, а за свою храбрость они получили много трофеев. Им удалось получить множество души плоти различных существ. Единственное из-за чего был расстроен Хансинь, так это из-за размеров убитых существ. Конечно, их уничтожение было большой заслугой, но они были очень большими, соответственно для того, чтобы их съесть потребуется очень много времени. Однако, несмотря на это, после такой победы началось празднование. Хансинь призвал Миуса и рыцаря-предателя, чтобы накормить. Но рыцарь-предатель даже не взглянул на предложенную ему еду. Еще один привередливый придурок. Хансинь сразу отозвал рыцаря-предателя. На праздники к Хансиню относились как к герою, и вскоре он опьянел. В терновом убежище царила мрачная атмосфера. Терновая баронесса была в ярости от того, что произошло. Какой ублюдок. Я хочу повесить его, растянуть и разорвать на четыре части. Духи и существа, находившиеся рядом с ней, дрожали от страха. Они не решались ничего сделать или сказать, так как опасались еще сильнее разгневать свою хозяйку. Они это сделали. Тей был поражен и пытался осознать то, что терновая баронесса со своей армией потерпели поражение. То, что такое маленькое человеческое убежище смогло выстоять, было шокирующим событием. Когда мужчина увидел, что толпы существ возвращаются в убежище, он был очень сильно потрясен. Спустя немного времени, Тей решил посчитать сколько существ вернулось. Но когда он понял, что не вернулось пять существ-мутантов, то мужчина испытал еще более сильное удивление. Как он смог с ними справиться? Тей хотелось самому принять участие в таком сражении. Вероятно, это было захватывающим зрелищем. Но, к сожалению, он подписал контракт с терновой баронессой. Вернувшись в Альянс, Хан Сень вошел в виртуальное сообщество, чтобы встретиться с Джи Ян Ран и рассказать ей о сражении, в котором принимал участие. Хотя девушка была рада за него, но она все равно начала умолять его быть предельно осторожным. Третье святилище Бога было самым опасным местом, поэтому ей хотелось, чтобы ее будущий муж был в безопасности. Они поговорили недолго, так как Джи Ян Ран была вынуждена вернуться к работе. Попрощавшись с ней, Хан Сень встретился с Ань Ни. Ань Ни, можно я еще ненадолго оставлю себе лук? Хан Сень заказал для себя точно такой же лук, однако на его изготовление требовалось около трех месяцев. Поэтому он просил на это время оставить у себя ее лук. Чтобы изготовить подобный лук, нужно было работать кропотливо и не спеша. Они были очень ценными. Несмотря на высокоразвитые технологии, массовое производство таких луков было невозможным. Конечно. А что ты скажешь насчет того, чтобы ты сделал мне одолжение за это? Сказала Ань Ни. Что нужно сделать? Спросил Хан Сень. Я хочу пойти на вечеринку превзойденных и я хотела бы, чтобы ты меня сопровождал. Ответила Ань Ни. Ты на вечеринку? Хан Сень был потрясен. Хан Сень всегда относился к Ань Ни, как к какому-то безжизненному роботу, который подобно тени везде следовал за Джи Ян Ран. Ань никогда не замечал, чтобы женщина проявляла какие-то эмоции, также он не видел, чтобы она занималась чем-то интересным. Юноша даже не видел, чтобы она телепортировалась в святилище. Но сейчас она сказала, что хочет пойти на вечеринку, поэтому парень был очень удивлен. Да. Ты пойдешь со мной? Холодно спросила Ань Ни. Ах, конечно. А что это за вечеринка? Хан Сень очень нужен был этот лук, поэтому юноша понимал, что у него нет другого выбора, а потому вынужден пойти с ней. Ох, это просто встреча с моими старыми друзьями, ответила Ань Ни. Друзья.